Ньюби! Ньюби! Причем, слушайте, на открытии такого не было. Когда Ньюби выходили, я не слышал поддержки вообще. Они, когда у тебя есть LGD и Вичи, ты болеешь за LGD и Вичи, но когда у тебя играют Ньюби против OG, упротив OG, которые в прошлом году отжали Аигису твоей любимой командой и которые сейчас выходят на сцену. Такое ощущение, что вчера китайское сообщество само себя немного пожурило, потому что обе команды встречают просто невероятно. И трибуны в восторге от выхода OG. И кто бы не был во всем мире Dota в восторге от OG? Это чемпионы, они защищают свой титул. И как бы они ни говорили, что мотивация угасает после победы, надо International, но никто в истории дважды INT не выигрывал. Они могут говорить словами все что угодно, но самое главное это дела и дела у OG пока что говорят лучше, чем любые слова, которые были сказаны где-то в Австралии полгода назад на рыбалке, когда они чилили и отдыхали. Потому что с тех пор, мне кажется, эта команда очень сильно собралась. Да. И хочет побеждать. Можно и рыбку съесть, и групповой этап, например, выиграть, как они и сделали. В общем-то. Интересные у вас пословицы, Алексей. Да, известные. Явный фаворит в этом матче, мне кажется, у нас все же должен быть, да? То есть у нас будет впереди матч G-Secret, где… Я вот честно, вот OG, если в общем говорить, да, групповую стадио они провели хорошо, как обычно, неожиданно по драфтам и так далее, по плейстайлу. Но я, честно, от них осечки жду, потому что очень много они ходили в очень многих матчах, именно картах, картах они ходили по тонкому льду. Вот, на моей памяти, Нипам они должны 100% были проигрывать. Там просто вот чуть-чуть на тоненькую… Не знаю, я матчи как раз с Нипами комментировал. Я их комментировал, и мы сидели с Артуром как раз, с Габлаком. Первая карта, когда они взяли кэри Ио, Артур и я минут первые 15 были очень грустными, потому что игра была совершенно односторонняя в пользу Нип. Но когда только Ио добрался на 18-18 к Аганиму, игра мгновение перевернулась. Совсем другие драки. В трех драках подряд его просто спасал Ливинг Армор на последние два-три дика, которые там оставались. И он из-за этого выживал, из-за этого драки переворачивались. Но это реально на тоненького игра была. Такая, действительно какая-то крейзи-дока. И таких карт было очень много. И я, честно, жду от них серьезные осечки именно в драфтах, потому что где-то они что-то не допикают, где-то против них хорошо забанят. Более сильные коллективы уже подготовятся, не будут недооценивать OG. Поэтому так вот хорошо идти, так как они шли по групповому этапу, у них не получится в вэплофе, поэтому трудно им будет. Давайте тогда поговорим о команде Ньюби. У них какие сильные стороны? Могут ли они стать той командой, которая эти слабости OG обнаружит? Я бы сказал про команду OG, потому что я ничего не сказал про команду OG. И я согласен с Сережей, что я жду осечки от OG. Кто мы такие, чтобы запрещать Жотову делать в эфире то, что он хочет? Извините. Ну, до меня черед не дошел, поэтому я воспользуюсь им сейчас. Я тоже жду осечки, но не в этом раунде все-таки. Я не считаю Ньюби достаточного уровня команды для того, чтобы скилла OG и их запала не хватило на то, чтобы даже на тоненького, но проходить эту команду. Вичи и LGD, да, это серьезные соперники, и они ошибок не прощают. А Ньюби, я считаю, OG должны проходить легко довольно. У нас три рекордсмена группового этапа. Анна, наибольшее количество убийств 167. Явар имеет два топ-показателя по групповому этапу. У него самый высокий ГПМ средний – 717. И у него самое высокое количество ластхитов за игру в среднем. 474 ластхита он совершает обычно в игре. То есть у нас действительно есть рекордсмены, и в общем по командам это немало. Мне кажется, ластхит – это скорее говорит не о скилле, а о средней продолжительности игр команды. И где-то, наверное, о игровом стиле еще дополнительно это говорит. Что ему ресурсы все сливаются от команды. Но интересно просто. На мой взгляд, Ньюби приезжали на этот турнир в статусе команды, которая будет бороться за выход из группы. А не бороться за выход из группы Винарая. Если две команды сравнивать, проанализировав весь групповый этап, какие матчи они играли, в какой пластайл они играют. OG – это команда с самым неординарным драфтом. И Ньюби – это команда именно с мета-драфтом. Потому что туда заходит абсолютно все, что сейчас модно. Вот они именно этим и играют. Все, что из пабликов вытащили. Самые популярные персонажи – это инвокеры как раз-таки на четверку. Эти Мираны тоже на четверку. Вот этим всем они очень любят играть. Плюс, ну, понятное дело, какая-то определенная база есть, которая сейчас играется. Ну, старые дефолтные герои. Но именно это все новое и туда добавлено. И плюс OG, которые ребята с самыми непонятными драфтами. И это будет очень круто посмотреть, как современная мета работает против ребят, которые играют в супер непредсказуемую доту. Могу такой небольшой дать инсайт. Возможно, не все там смотрят подкасты, которые мы записываем часто. Свела там почти каждый день. А вчера этого не было, кстати говоря. Вчера этого не было, да. Мия Стелберг – психолог Астралис, бывший. Она как раз была психологом этого коллектива в тот самый крутейший сезон, когда они все выигрывали. Когда они просто были непобедимы. И потом эта девушка перешла в Энс. И Энс тоже поймали серьезный подъем, добравшись до финала мейджора. Что касается нынешнего положения, она приехала с командой OG и является здесь их психологом. Что весьма намекает, как бы, что человек довольно специфический. Если Астралис побеждали, Энс побеждали, сейчас вот такой групповой этап выдают OG, то почему бы, собственно, и не упомянуть ее в этом контексте. Результат действительно очень серьезный. Мне, кстати, при этом кажется, что она пришла в команду, в которой уже было очень сильная ментальная составляющая. И трусает тому подтверждение, то, как они общались. Она пришла и в Astralis, где они тоже уже были чемпионами мейджора в свое время, она пришла и еще усилил их, они просто начали выигрывать все. Но они уже были чемпионами мейджора, здесь тоже они чемпионы Интернешнл, но в прошлый сезон они приезжали как темная лошадка и после него сезон тоже не супер заурядный был, потому что они как бы нигде, куда-то они не прошли, где-то они не отобрались, где-то они супер плохо выступили, сейчас они приезжают и в очень хорошей форме. Ну, стать чемпионом интернешнала, это сложно, но это пока что происходит каждый год, да, 5 игроков каждый год становятся чемпионами интернешнала, то есть все больше и больше их становится, и все меньше и меньше это кажется чем-то настолько уж уникальным, а вот стать первым двукратным чемпионом. Чемпион интернешнала это рандом, как мы уже можем видеть, каждый там чуть ли не второй интернешнл, потому что у тебя очень часто выигрывает темная лошадка, или вообще ребята там какие-то с открытых квалификаций выходят до финалов, или миксы какие-то вообще, замены, тренера, а вот именно удержаться, да, на вершине, это суперсложно, и вот хочется уже увидеть, чтобы какая-то команда, или хотя бы один игрок стал двукратным чемпионом, потому что нет, еще ни одного вообще. Мы, кстати, с Пупеем на эту тему разговаривали, ну, я спрашивал, как лучше-то вообще, что правильнее делать, поступать как Тигрит и весь сезон играть, да, и вроде как нарабатывать, или поступать как OG, весь сезон, честно говоря, ну, халявить объективно, потому что ребята, мне кажется, там, к середине, к экватору сезона, они не были на уровне топ-майнер команды даже, ну, то есть они играли действительно слабо. Ты просто, если будешь халявить на протяжении всего сезона, как бы не будешь набираться опыта определенного, то ты можешь и не попасть на интернешнл. Вообще по ним было видно, по OG, что они ждали воссоединения, потому что я припоминаю минор, который был первый минор Starladder, это после, сразу после Нового года, где-то весной, по-моему, примерно так, если вспоминать, тогда за них играла ЛТВ, и уже тогда ходили слухи, Игорь ходил, рассказывал, говорит, что он уже не чувствует, что они относятся там к нему как к родному, хотя в начале все было иначе, потому что уже ходили слухи, что вот идутся приговоры обратно, чтобы Анна вернулся, и все понимали, что он вернется. Когда Анна вернулся, ситуация в команде определенно наладилась. Ну, все-таки, вот, наблюдаю, да, что очень, скажем так, слаженные, закрытые в доте коллективы, это, в принципе, про всех можно сказать, да, Liquid тоже, даже кик Матумба, да, который произошел, Матумба до сих пор-то об этом нормально и не поговорил, то есть он рассказывал, а скорее они рассказывают о своих эмоциях, но никто не рассказывает, что происходит. То есть впустить нового человека, довериться новому человеку в состав, даже если это обновит, даже если это, может быть, вас где-то усилит, все равно команды не всегда решаются. А Ньюби, Ньюби же, прошли из открытых квалификаций, из закрытых квалификаций американских, и мне кажется, что действительно до начала турнира никто не ждал такого успеха. Венера, это реально очень круто. Что же такого они сделали? Как же они вот собрались? Егор, ты рассказал нам уже про OG? Да, настала твоя очередь рассказать нам и про Ньюби. Расскажи нам, пожалуйста, что ты про Ньюби думаешь? Действительно, как ты и сказал, до турнира это номинальные топ-18, максимум топ-16 команды, но здесь они уже из-за того, что попали в Венера, как минимум в топ-12. Они повторяют, на самом деле, путь VT Gaming к Jeremy Storm на прошлом International, от которых тоже, может быть, и не ждали топ-18, но не пророчили им, по крайней мере, сетку Венеров так точно. Они еще там, по-моему, с первого места еще. Они топ-1 были. Они заняли, да, топ-1 в своей группы, да, но зато после этого у них все пошло не очень хорошо. Я вот не помню, они 9-12 или 7-8 заняли? Они две проиграли, они первые в Венерах проиграли? Ну, значит, они заняли 9-12. Вот я боюсь, что форвардов, а ныне Ньюби, ждет примерно та же участь. Я вот не помню, на кого они упадут в лузерах, если напомните. А я тебе расскажу, это очень интересный сторилайн, потому что падает команда из этого матча на Infamous. То есть у нас будет в топ-8, у нас будет либо Ньюби, либо Infamous, что, на мой взгляд, просто шок вообще для этого турнира. То есть это будет самое нежное... Это называется удобная сетка. Ну, они заслужили ведь ее. Ну, Infamous, почему у Infamous такая удобная сетка? Потому что они заняли, какое, пятое место в группе, выбрали себе кин, которые были для них... Я знаю, ребят, но здесь нет прям откровенно слабых соперников, да, вот на этом Инте, и об этом все говорят. Есть, хаосы. Одну карту взяли. Понятно, имеется в виду сейчас, на этом этапе уже, да, на этапе плей-оффа. Что ж, дентльмены, я так понимаю, что у нас есть некое единство в том, на кого мы прогнозируем, но есть ли ощущение, что серия может оказаться все-таки близкой? Я вот ставлю как раз... Где-то будет осечка, по крайней мере, в этой серии. Одну карту Ньюби должна отжимать, но 2-1 все-таки из OG. Я с Сергеем, по идее, соглашусь. Мне кажется, Ньюби способны как минимум одну карту взять. Но могут нас и совсем удивить, потому что это плей-офф, совершенно другая ситуация. Возможно, OG, наоборот, сыграют хуже, чем в групповом этапе. 60% на победу OG 2-0 и по 20% на 2-1 OG и любой счет и победа Ньюби, соответственно. Что ж, действующие чемпионы Интернешнала, которые в прошлом году сияли очень ярко в основном этапе. Дорогие друзья, давайте начинать драфты. И мы передаем слово Габлаку и Фобосу для разбора этой замечательной фазы игры. Ну, здравствуйте, друзья. Спасибо большое. Всем привет. Что, будем переходить к разбору уже непосредственно матча. Пока что у нас еще драфт нет на экране. Тоже можем высказать, я думаю, немножко свое мнение по поводу вот этого всего. Как думаешь вообще, кто здесь фаворит и вот у кого побольше? Ну, очевидно, OG фаворит. Мало того, в группах я довольно много обозревал игры Ньюби. И в целом можно сказать, что в группах они почти никого и не выиграли, кроме Хаус. Они со всеми сыграли 1-1. Но, тем не менее, верхнюю сетку прошли. И вот давали небольшой комментарий ребята из Ньюби и говорили, что да, мы когда сами ехали на Интернешнл, мы особо и не подозревали, что мы можем вот так вот хорошо выступить. И когда мы буткемпились, мы осознали, что мы вроде не так хороши. Но когда играешь клан Вары вот с топовыми командами мира, ты понимаешь, что вроде и они тоже сейчас не в идеальной форме. И мы наглядно видим, что Ньюби, вот они в верхней сетке у нас в противостоянии против OG. Проводила у нас параллель студия аналитики с прошлым годом. И там тоже вот команда J-Storm, которая вот схожая весьма по составу на вот этот состав Ньюби, тогда выбрала OG и проиграла против OG вот в первом же раунде плей-оффа. Ну, сейчас монетка выбрала Ньюби. Сейчас монетка выбрала Ньюби, да. Это вообще небывалая такая вещь в истории, когда команда вот настолько уверена в своих силах, ей вообще все равно с кем играть и нет каких-либо предпочтений. Они понимают, что чтобы защитить свой титул, им нужно переигрывать здесь вообще любой коллектив и любую команду. Ну, и лично для меня вот OG выглядели в группе как какое-то чудо, потому что вот глядя на их стратегии, глядя на то, что они творят вообще на карте, ты смотришь и понимаешь, что это какой-то вообще следующий уровень запредельный. Ну да, самое главное, что сейчас на групповом этапе они набрались довольно много уверенности за счет вот этих побед, за счет довольно неординарных драфтов, за счет того, что они выглядят сейчас на голову сильнее, чем в стаме. Ну, пожалуй, секреты могут с ним пободаться именно на равных, мне кажется. Да, пободаться там много кто может. Тут вот я не совсем согласен с мнением нашей студии, что там кто-то незаслуженно в топ-8 может попасть или что-то вроде того. Мне кажется, любая команда, которая добирается до какого-то места, да, бывает сетка там более удобная или менее удобная для конкретного коллектива. Но если ты взбираешься куда-то, это более чем заслуженно. Касательно тех же Infomas и тех же Newbie, они очень плодотворно работали Infomas вообще весь год, да, хоть там и состав тоже обновлялся потихоньку, Newbie там собрались. Вот именно в этом составе у нас не так давно, но тем не менее команда показала явный прогресс, команда показала там интересные стратегии, команда показала, вот, что они готовы ездить там по буткемпам по месяцами и упорно тренироваться и работать над своей игрой, и все, мне кажется, более чем закономерно. Уже идут у нас какие-то обсуждения? Ну, такое ощущение, что драфта так и нет, но у них довольно интересный стиль игры. Показывает, что еще раскликиваются. Я довольно много за ними наблюдал, опять же, то есть они играют довольно жадно, они играют с очень жадной четверкой, с очень жадной единицей. И не кажется ли тебе, что это удобный соперник все-таки для OG? Это обусловлено игроками в первую очередь, как мне кажется. Тот же MSS изначально вообще на других ролях отыгрывал, да? На тройке, да. Еще пару сезонов назад он там и на кэри играл, потом пересел на тройку, потом на четверку, и на четверке в любом случае отыгрывает весьма жадно, и в команде есть, опять-таки, Пайлайдай, который всегда отыгрывал такую ярко выраженную пятерку, да, так что тут баланс соблюден, как мне кажется. Майкинг тоже очень жадный такой парень, вот, и, возможно, кстати, мы увидим довольно интересные драфты, потому что и Ньюби нам показывают интересные герои, особенно на четвертую позицию, то есть там Макс может появиться какой-то, может появиться Инвокер, вот, а от OG, честно говоря, вообще непонятно чего ожидать. OG может появиться вообще любой герой в доте, как мне кажется, вот, если ребята будут чувствовать, что именно этот персонаж заходит здесь хорошо, чтобы законтрить пик оппонента, то он появится. Отталкиваться будут изначально там от каких-то метовых героев, которые вот у нас в топах по банам и по пикам, а дальше драфт может вообще в любую сторону пойти. Ну да, сложно предположить. То есть я видел 4-5 разных раздрафтов, и совершенно разные он получил с OG, то есть иногда Магнус залетает, иногда залетает их любимый Имбр Спирит, Тролль, Чен, Шадон Демон. Вот показывают нам статистику на Инвокере. От Тобсона мне, если честно, не очень нравится именно медовой Инвокер. Я видел вот эту вот карту, и мне казалось, что там целесообразнее Инвокера Джераксу отдать на четверке, потому что у Джеракса действительно круто получается. Но Тобсон это прям мастер Инвокера, один из таких самых ярких игроков на этом персонаже, и поэтому вполне может этот персонаж у нас и на плей-оффе появляться для этого коллектива. Кстати, на экранах вроде как видны драфты, на экране одного из игроков, но, судя по всему, что-то идет не так. Да нет, мне кажется, это по-прежнему просто кто-то рассматривает героев или что-то распикивает. Возможно, это драфты, но еще не нашего матча, а просто последний раз там кто-то визуализирует вот свой план на предстоящий драфт и продолжает там что-то обсуждать. А как бы ты прогнозировал игры, вот именно длительность игры, какой будет счет? Понятно, что это такая себе статистика. По крайней мере, на этом групповом этапе это не команда, которая несется с вами в голову, это команда, которая любит играть все-таки размеренно, и даже пускай там раннее преимущество не захватывает, им это не всегда нужно, они могут сыграть и вторым номером, и очень круто команда раскрывает себя вот уже в драках и чуть попозже. И ты говорил, что ты вот на много матчей Ньюби попадал, и что эти ребята тоже играют сверхжадно и никуда особо не спешат. Поэтому я думаю, что быстрой доты тут не будет, я не думаю, что тут кто-то прям ударится в пуш, и кто-то прям будет строить свой план вокруг лютого сноубола такого, чтобы там прям 1020 лидировать на условной 25-й минуте. Не думаю, что здесь будет решаться вот все как раз-таки в мид-гейме, по макро будут приниматься важные решения, и мы увидим здесь вот именно красивый такой матч. Ты знаешь, что еще, вот мне в OG нравится, что вот много героев, которые сейчас в мете, вот, пришли, скажем так, внезапно объявились, вот эти алхимики, что вот демон, вот, как бы, OG это была та команда, которая, там, месяц-два назад уже давала намеки на этих героев. Мы тогда в студии аналитики не совсем понимали, что за алхимик постоянно появляется. Вот, его там приходило в мид, избивал там то макака, то урса, но сейчас мы не видим ни макаки, ни урсы. Этого алхимика немножко подкрутили, спрятали на легкую линию, защищают вдвоем. Тут же и алхимик другой у нас умеет, и тут алхимика начали все чаще и чаще именно в легкую ставить, потому что на миде действительно уже научились просто-напросто контрить этого персонажа каким-то сильным героем, и плюс еще ставят назойливую четверку, которая по лесу его гоняет, и ты уже вообще на этом алхимике не хочешь играть. Драфт у нас начинается. Ну и что, пока что у нас метовый бан Мираны. Я думаю, Ньюби должны Ньюнчу забанить точно в первой стадии против Себа, по-хорошему. Подумать над баном Магнуса возможно даже вот в первой стадии. Вот Ньюнча уже отлетела, но это такой самый очевидный, пожалуй, бан против ОДЖИ, и я думаю, что многие коллективы будут вообще не глядя в первой стадии избавляться, потому что Себ показал, что он очень хорошо героя чувствует и создает как раз-таки вот это вот раннее давление на команду соперников. Ну, остается Шадоу Демон, остается Чен, остается Алхимик. Интересно, ОДЖИ взяли? И ВИСП еще, точно. Сами убирают Геррокоптер ОДЖИ. Возьмут ли они ВИСПА? У кого, как ты думаешь, из вот этих героев они рейтят сильнее всего? Вот если останется Алхимик, ВИСП, Шадоу Демон, вот на первый пик, к примеру. ОДЖИ? Ну да. ОДЖИ не возьмут ВИСПА на первый? ОДЖИ берут ВИСПА на кэрри и берут его на четвертый-пятый, если ты им оставляешь. Ну, в принципе, они же могут взять и поставить на позицию пониже. В принципе, никто же у них не забирал этой опции. Никто не забирал, но им это не особо нравится. Вот те матчи, которые я видел с ВИСПА с вот этим кэрри, там он всегда был пикнут очень-очень поздно, и команда соперника позволяла. Первый раз там посмотрели на это, это вообще никто не ожидал. Второй раз вроде как знали, но... Ну, второй раз там вообще Тимбера схватили против этого, вроде как силен, а он оказался в легкой лизе. Оказался вообще не силен, да, и... в общем-то, так и получилось. Пока что банят Чена, Ньюби. Ну, это из стройки вот это избавляется, остается Шадоу Демон, Алхимик. Титан, очень важно. Титан, да. Титан тоже появится и для одних, и для других, прям, мне кажется, на ферст пик, если останется. Я, кстати, видел, как Ньюби одну игру вообще визажа на первых их схватили, вот просто на первые, и их просто за 15 минут задавили. Я тоже, вот ту карту я тоже видел в групповой стадии, так что думаю, что Ньюби извлекли урок. Ну, это очевидно, какая-то там натренированная заготовка была, да, но, может быть, тренировались с командами там не самыми сильными, потому что все-таки изначально Ньюби из вот региона, пожалуй, не самого на данный момент сияющего. Ну, за Эмберскрета еще должна быть драка, мне кажется. То есть обе команды его очень любят. Я не думаю, что рано он тут будет пикнут. Ну, я просто говорю, что это как конфликт на героя, который суперкруто заходит и одним, и вторым. Отлетает Варвак, но и вот тут нужно думать. Shadow Demon, Alchemic, Titan. Скорее всего, вот эти персонажи будут рано распределяться, причем сами ОГ, Alchemic'а рано не возьмут. Вот прям на первый пик я не верю, что ОГ схватит Alchemic'а. Соответственно, ОГ будет, мне кажется, уже или Titan, или Shadow Demon. Ну да, и Shadow Demon выглядит, честно говоря, наверное, поинтереснее, чем Titan, хотя Titan это больше герой Джерекса. Вот Магнус, то, о чем я говорил. Нью Магнуса убирают в первой стадии, к этому добавили Чена. Это, пожалуй, два таких очевидных бана было. И вот он, Titan, которого я побольше верил. Мне кажется, что через этого персонажа намного проще драфт именно строить. Shadow Demon неимоверно силен сейчас в лейте, очень крутой саппорт и на четверке, и на пятерке. Но, как мне кажется, он меньше вариативности тебе дает, вот если ты именно с него на ФП открываешься. Ну, для OG это могла быть вариативность в том плане, что там Томпсон может сыграть. Могла быть, мы об этом не раз говорили, когда попадали на матч OG, а ты видел вот именно на International, в групповой стадии. Потому что там, где мы попадали, мы обсуждали эту возможность каждый раз, но так ни разу наглядно и не узрели. И вот он, тот самый визаж для Ньюби. И все-таки решили, что это была оплошность, и что эта стратегия по-прежнему рабочая, и что можно вот здесь вот, на главной сцене... Ну, знаешь, что круто хотя бы, что они этого визажа защищают теником, который довольно сильный на линиях. То есть не берут какого-то супер жадного инвокера в передачу к этому визажу. Тем не менее, вот когда этот визаж появлялся в групповой стадии, выглядело очень печально. Ну и вот он Висп, кстати. Сразу же. Висп для OG сразу же. Показали, что готовы они его брать там на 4-й, 5-й в групповой стадии. И здесь OG показывают, что мы так-то можем и вокруг этого персонажа драфт строить. Мы так-то можем его брать и в первой стадии. И я так понимаю, что командам, которые играют против OG, если сейчас у них все сложится, на будущее придется очень сильно задуматься. Уже самим Ньюби придется даже на второй карте, если вдруг сейчас будут проблемы, думать, что банить. Потому что, да, хочется банить Enchantress, хочется банить Magnus и захочется банить Виспа тоже против этого коллектива, если вдруг. Да, я согласен с тобой. Мне даже кажется, что это именно тактический ход, что они взяли Виспа сейчас на первый пик против, скажем так, не самой сильной команды в плей-оффе. Вот, да бы просто другие команды максимально спутались, что, собственно, банить. Вот, единственная проблема, что вот теперь, по идее, точно очевидно, что это Висп-кор. Потому что вот Висп плюс один против Визажа — это не то, чем ты хочешь играть. То есть это Висп-кор. Но в теории Ноутейл может на Виспе поиграть, Джеракс может поиграть на Титане. Или Джеракс может поиграть на Виспе, ноутейл на Титане. Это было уже. Да, но и потому что против Визажа не хочется играть Висп плюс один. Ну, наверное. Наверное. Пожалуй, нормально. Ух, интересный герой. И если вот Ньюби предполагают, что это Висп-кор, пока что банят Акса для Себастьяна, не знаю. Я бы на месте Ньюби попытался избавиться как раз-таки от коров, которые под Виспа хороши. Вот же как эту стратегию разыгрывали. На миде был или Тролль, или ВРочка. Еще гирокоптер очень хорош. Но гирокоптер тут улетел в первую стадию в бане от самих ОДЖИ. И вот если ты просто-напросто выходишь в лейт к 25-му уровню, там взаимодействие с энергией вот эта сумасшедшая абсолютно. Там расстрел идет по всем с молниями. Можно подумать, что Ньюби возьмут. То есть из таких самых любимых героев, которые они берут из того, что я видел, это все-таки Алхимик и Нага на первую позицию. То есть является ли кто-то из них здесь хорошим? То есть в принципе, если команда играет... Нага мне не нравится. Алхимик может сработать. Но мне кажется, Алхимика должны вот сейчас ОДЖИ убирать по-хорошему. Нага против Виспа с молниями. Вот то, что я видел, Нага, во-первых, не может вообще никак вражескую команду на таймер посадить. Во-вторых, Висп будет размеренно расфармливаться со своими молниями. И будет еще второй Кор, который тоже купит молнии. И Нага в лейте будет, мне кажется, вообще нон-фактором. Ну да, убирает Алхимика. Интересно тоже, вот непонятно совсем Тинни, это тройка или четверка. Тоже много путает. И по мидерам, которые Ньюби, опять же, очень любят, это больше Эмбир Спирит, ОД, Лешрак, вот что-то такое. Ну там CCNC может и по спейсить так-то по-хорошему. Ты говорил, что команда жадная, но есть пятерка по Эйдай, который вообще не жадный. И есть CCNC на миде, который вот больше играет как раз-таки на команду в этом коллективе, нежели на себя. Да, смогли найти баланс, то есть в этом плане они точно молодцы. И там вполне может быть и лина какая-то для CCNC, и ДП, если понадобится, тоже тавер дэмэдж дополнительный. На этих персонажах тоже вот очень-очень много отыгрывал. Но пока что Бистмастер у нас появляется. Пушить будут, неужели? Да я не думаю, что это пуш. Бистмастер вот плей-оффу все больше и больше себя раскрывает, команды начинают присматриваться. И даже вот в первой стадии банов я уже начинаю видеть этого героя. И если не банится, то все чаще и чаще появляется. Удобно уже играть в макро. Ты знаешь, что тут Тайтхантер уже очень крутой для OG. Мне прям он супер нравится. Его же и Бистмастер и Визаж вообще не пробивают. У Тини урон ограниченный. И им придется брать Кора против Тайтхантера на линию, что, собственно, ослабит их лейт. Чтобы против этого Тайтхантера постоять. Тайтхантер же не... А, он в бане. У нас просто маленький монитор. Да, Тайтхантер в бане. Он здесь был хороший. Юби сами забанили и взяли Биста как раз. Да. Что еще интересного для OG может быть здесь? Сейчас хочется иметь героя с какой-то ОЕшкой, очевидно. Да, по-хорошему, нужно тут какой-то стандартного оффлейнера добирать для Себа и вообще не париться. Или уже раскрывать карты и вот давать сопернику понять, на какой позиции будет Висп. И вот это они и делают. Добирается саппорт для Джерекса. Рубик. Таким образом, OG уже точно определились, что Висп это будет для Анатона. Это будет та же самая стратегия, которую мы очень наглядно видели в групповой стадии. Ну, кстати, мне нравится, что вот этот Рубик, который появился, это также герой на отспам, в принципе. На всякий случай, если они все-таки пойдут вот с этими суммонами. Птицы, кстати, вот раннюю агрессию птицам очень сильно тоже срезают. И Гримстрок. То есть это все-таки Тинни-тройка. Это может вообще Тинни позиции повыше, да. Это может быть Тинни для ССИНС вполне. Мне кажется, вот сейчас у Ньюби тотальный л-ин получается. Если они, не дай бог, сейчас уже за 25 минут не заканчивают где-то, то вот лейт, как они с этими героями выиграют, я не понимаю. Разве что Визаж мид. Смотри, очевидно, что Ньюби рассчитывают играть с хардкерри. Очевидно, что Ньюби вот сейчас добрали четвертого персонажа на такую драку 4 плюс 1. И для Явара команда будет спейсить. Скилл будет примерно тот же самый, который мы видели. Вот то, о чем ты говорил, что Явар играет немоверно жадно. И студия аналитики наша отмечала, в частности, Баффик, что там по ГПМу все очень хорошо. Там средний вастхит очень здоровский у Явара, да. И Бристлбэк для ОДЖИ, для Себастья. Ну, это опять же очень сильный герой против Визажа. То есть есть два сильных героя против Визажа, против Бестмастера. Ну, я думаю, их побольше. Три-три-три-три-три. То есть, на самом деле, это Пайтхантер, это Бристлбэк, и это Пангольер. Но Пангольер здесь вообще не в хасу для ОДЖИ. А Бристлбэк выглядит стильно, потому что ОДЖИ, ну, хочется иметь героя, который пойдет вперед, который создает позицию. И для того, чтобы Титан дал рассказ, и для того, чтобы Рубик мог что-то сделать. И здесь, в принципе, у Ньюби, если глянуть на их урон, им Бристлбэка с Худом и Кримсоном вот этими героями не пробить вот эти четырьмя. То есть... Пока что да, но для этого Себастьину нужен хороший старт. А это еще... Все для этого есть. Блин, ты знаешь, что тут может быть крутое? Еще. Если внезапно Титан окажется кор первой позиции какой-то, и это будет Бристлбэк висп линия, она здесь реально пойдет на линию Визаж плюс Тота и может их казнить. И потом по темпу Бристлбэка будет не остановить. Не, ну в такое я уже не верю. Я, конечно, видел всякое ОДЖИ и видел, что команда неимоверная вариативная. А не играл Титан на первой позиции, еще Олтейл, помнишь? Да, но мне кажется, это вот не тот случай. Я думаю, что тут все-таки будет Титан для Олтейла на пятерке. Ну, скорее всего, да. Что это будет Шеракс на Рубике-четверке, Себастьян на Бристле, Анэтан на Виспе. И для Топсона будет добираться Ластпик. Причем Ластпик, который будет как раз-таки хорошо взаимодействовать с Виспом. Это Тролль, это ВР-ка, это что-то вот такое. То есть что-то, что бьет в одну цель быстро, да? Вот здесь уже эта ВР-очка должна быть. А как Хамбер Спирит с Виспом взаимодействует? Никак, потому что он уже в бане. Ага, понятно. В этой игре уже никак не взаимодействует. Ну, а теоретически как он? Если он Тифистый Далон даст по всем ударам, как ты думаешь? Нет, мне кажется, нет. Я уверен, что нет. Может быть, конечно, меня поправят и напишут. Я не знаю. Я, конечно, таким не играл, но это способность. Так не должно работать. Но, тем не менее, она так же и ударом считается. Ты что-то будешь со смока выходишь, когда ее нажимаешь. Нагу все-таки убирает, вот эту вот сигнатурную алхимику Нагу. Ну да, решили не отдавать. Хотя мне кажется, что вот конкретно с Нагой вполне могли справиться. Ну еще один иллюзионист, из которого может вставляться Bristol Black. Ну, ВР-ка мне здесь не нравится. А мне нравится ВР-ка или, возможно, даже какой-то... Мне кажется, магии не хватит. Инвокер для Топсона. Что-то такое. Это герой, который должен быть, который может относительно рано в игру вступить. А инвокера не опасно брать, именно... Но инвокер это жадно. Вот поэтому мне ВР-ка даже побольше нравится. Это герой, который, опять-таки, должен вот рано вступить в игру, который, если что, может поспейсить, который может самодостаточно линию постоять, потому что мы понимаем, что висп на кэре... Как это выглядит? Это висп, который АФК бьет свою линию. Параллельно желательно, чтобы ноутейл на Титане еще простакивал весь лес. Возможно, за счет вот этих стагов более активно линию как-то нагнетал. Омни Найт вообще появляется. Таким образом, это Бристл Мид, судя по всему. И Себастьян на Омни Найта у нас пересаживается. Пик шикарный. Логично, в принципе. Немерено физики у Ньюби, да? Это Бистмастер, это Визаж, и еще будет какой-то физовый кор, очевидно. И Омни Найт тут прям очень здорово выглядит. Они, на самом деле, вот в этой игре, они реально от тимбера сыпятся и пассиваются. Олджи. Раз, два, три, четыре, четыре. Олза драфт будет у Ньюби с тимбером. Они будут играть без кэри, и вот ты говорил уже, что пытались закрыть Виспава противно тимбера против Олджи. Но, с другой стороны, Олджи, посмотри, Олджи тоже не скажет, что есть прям суперкрутой кэрри. Да, в лейте они сильные, если Титан в Рисло раскачается, но у Олджи тоже драфт. Ты понимаешь, вот этого Виспа пока что все еще немножко, потому что лейт потенциал там вообще неимоверный, из-за того, что я вот наглядно видел. Какой еще герой может быть очень крутой, который в процентах бьет силовиков? То есть приходит на ум еще, допустим, Андерлорд, переходит на ум Некролит. Ну, они, скорее всего, это не возьмут. Мне кажется, что это более стандартное должно быть. Стандартное для Ньюби на первую позицию. Дело в том, что уже не лишника не сильно хочется брать против Омника, да? Это вообще тяжело. Вот этот Омник, мне кажется, это прям очень здоровский его спик для Олджи в этой ситуации. Ну, понимаешь, проблема в том, что нужно законтрить этого Виспа в лейте, как ты говоришь, если он силен, и нужно как-то справиться с Бристаллбэком, потому что пока что у него темп неимоверный. Существует ли такой герой в доте? Вот уж не знаю, не знаю. То есть я могу сказать, что это Тимбер, но Тимбер там на первые минуты 20-25. Потом, как выиграть с этим Тимбером, действительно, как я сказал, непонятно. Лифстилер появляется. Вот герой, который справляется с милишниками в процентах. Я хотел сказать, что мне бы Сварк какой-то, пожалуй, понравился, если он линию может перетерпеть. Но тут бы даже на линии очень тяжело было бы в том-то и дело. Если как-то втроем вот именно начать и Сварку дать ранний буст, то, пожалуй, какой-то Сварк мог бы, мне кажется, что-то... Лифстилер все-таки более самодостаточный. А, блин, Артур, понимаешь, там визаж еще идет. Я понимаю, что там прям слабый саппорт. И нужно было какого-то кэри посильнее выбрать. Выбрали Лифстилера. Лифстилер против силовиков, вот как ты уже отметил, неплох. За счет пассивочки своей, да. И Лифстилер... Ну, выглядит как такой. Более-менее стабильный вариант. Но по драфту, мне кажется, что OG переиграли своих оппонентов. Это так, весьма неплохо. И Bristol deck они все-таки... Лифстилер все-таки не убивают. Вообще никак. Я не знаю, как это странно. Вообще никак, причем. Bristol вот тот самый через Солар, который потом может добраться до Башера. Там Лифстилеру вообще нечего ловить. Ну что, мы свои прогнозы сделали. Я так понимаю, мы здесь по драфту будем за OG. И мне кажется, тут аудрафт такой довольно-таки серьезный. И будем передавать слово нашим комментаторам, которые наглядно для вас продемонстрируют все это действие и прокомментируют. Доброе утро. Второй день плей-оффа. Ну и матч Ньюби-OG. Две максимально интересные команды Ньюби, которые остались там буквально до Интернешнала без своей организации, оказались в Ньюби, будучи американской командой. Ну а команда OG – это коллектив, который ничего не показывал весь сезон. Они попали буквально на Интернешнл за счет Эпицентра. Это был последний DPC турнир. Да, причем самое забавное – там они играли без Нотейла, который небольшие проблемы со здоровьем испытывал. Вместо него играл Сокс, который вот буквально несколько минут назад проходил здесь мимо нас. Довольный, видимо, тем, что его команда надрафтила. В конце концов, аналитики отдали свое предпочтение именно пику OG. Но мне кажется, что… Ну вот с луками ли они немного. Вот они видят этих героев и не понимают то, что OG как бы наверняка личным уровнем немножечко посильнее. Плюс всегда на плюс морали. И к тому же у них герои, которые действительно вот держат хороший темп. Но если персонажи Ньюби все-таки получат то, что им требуется в этой игре, то этим вполне легко не могут выиграть. Но все же OG. OG – это команда, которая невероятно круто провела групповую стадию. Практически никому не проиграла. Мы вспоминаем только что игру Switch Gaming. Одну карту мы вспоминаем, игру с Na'Vi, которые также смогли забрать одну карту. Но в остальном у команды OG против команд, ну, который уровень все же объективно пониже, никаких проблем не было. Поэтому что будет здесь? Скоро узнаем. Скоро узнаем. Снова Ио от команды OG. Как я понимаю, Ио на позиции Кора пока никто из команд не практикует. То есть не было замечено. Хотя, возможно, ближе к заключительным дням ЛФ мы это увидим. Некоторые игроки практикуют Ио на центре. Там он очень много экспы получает. И вот как бы со своими талантами способен действительно жестко разваливать. Там ранний какой-то доминатор появляется. Но чтобы вот Ио ходил на позицию 1, этого я действительно не видел вообще ни разу. Ни в матчмейкинге, ни на профессиональной сцене. Ну и как же Зал радовался, когда увидел Ио на второй пик. Это вот же довольно любопытно было. Крайне любопытно за этим наблюдать. За этим Ио на позиции Кора. Не так часто мы это видели до этого. Тут, кстати говоря, есть и у Ньюби немножко нестандартное решение. Это Виседж на позиции 4. Его раньше практиковал Лил. Немножечко совсем. И вот в групповой стадии Ньюби тоже играли Виседжем четверкой. По этому поводу, я думаю, нам будет что-то добавить. А пока смотрим на баунти руны. Здесь Себастьян не сможет как-то потыкаться с Еваром. Ему это просто невыгодно. Но Тейл вместе с Ана. Забрал Нотейл руну. Отлично получилось. Да, Снэйкинг выходит. Теряет немало здоровья. И пока на этом все. Был Виседж еще от команды Вичи Гейминг. По-моему, от команды РНЖ. Ну, время от времени, в общем, он появлялся в рамках групповой стадии. Но пока герой не самый популярный. Тинни на центре против Бристалбека. Да. И один и другой персонаж появляется не так... Ну, понятно, Бристалбек на центре это вообще экзотика. Тинни на центре сейчас появляется все чаще и чаще. Мне кажется, что на какой-то, знаешь, на третьей позиции он все-таки поинтереснее смотрится. Ну, если если СНС уверен на этом герое, то, наверное, лучше сыграть именно им. Потому что здесь на такой стадии игры, скажем так, я имею в виду на такой стадии турнира, конечно же, очень важно играть теми персонажами, которых ты именно чувствуешь. Неплохо пробивает Нотейл на топе. На самом деле, Визош очень приятный герой на линии. Я думаю, что именно на топе может пройти у нас First Blood, если будет какая-то атака под Кабана и под замедление именно на Elder Titan. Да, но там и OG тоже могут развалить. Если Титан настакает очень много урона себе за счет Astral Spirit, то он может как-то ворваться по-жёсткому на Висаджа. Если у него пассивка не вкачана, а пассивка у него не должна быть вкачана, то он очень быстро развалится. У него крайне мало брони. Он там базилку себе, конечно, приобрел, но немагического и физического сопротивления у него недостаточно для того, чтобы сдерживать натиск вот такого жесткого Титана, который под бафом будет бежать и бить своим степлером, или я не знаю, что там у него в руках. Обычно так это и называют. Ну, слушай, пока Анна фармит. То есть Нутейл очень неплохо помогает, за счет того, что он постоянно набирает урон, делает удары и по Визаджу, и по Бистмастеру. Никаких проблем на этой линии нет. Бистмастер никак мешать не может. Но при этом тоже он сам будет фармить немало крипов. Похоже на то. Мы прекрасно понимаем, что где-то минут через 10, даже несмотря на то, что Ньюби и OG, ну, как бы Ньюби будут фармить и получать свои артефакты, OG заберут буквально первые вещи, какой-то доминатор на Ио, допустим, там Солар на Бристлбеке, или там, я не знаю, что там на центральном Бристлбеке вообще можно купить. Владмирс на Омни Найти. И они просто пойдут уничтожать и топтать. И с этим нужно будет Ньюби что-то делать. Как-то трейдиться вышками, может быть, кого-то пипофать, может быть, как-то нападать хитро. У них довольно неплохой, кстати, Рошан. С Бистмастером, Медалькой и Фамильярами они могут очень быстро Рошана убить, если OG где-то допустит ошибку. На Тобсона Бристлбеке. В общем, если вы посмотрите на стиль игры команды OG, да и что с Тобсом сам говорил, стандартные мидеры по типу Queen of Pain, там Лина, ему особо не интересно. Ему интересно максимально необычные герои. Ну, вот как Бристлбек, как какой-то Аркварден может появляться и вот подобное. Это, в общем, стиль OG. Они играют так всегда. Вообще, в принципе, почему Бристлбек здесь появился? Он крайне хорош против Виссаджа, который, если я не ошибаюсь, с ферст-пиком был у Ньюби. И Ньюби его сместили. Не знаю, вот, может быть, они планировали даже на кор-позицию этого героя поставить, но вот против Бристлбека я не уверен, что на кор-позиции Виссадж хорошее решение. Тобсон будет давить за сезин и здесь. Тос есть, и все в порядке. Хотя непонятно, там остается мана. А, есть фласка. А Тим Телепорт, и Тобсона можно было бы убить. Да, это довольно странно. Кримстроук не хочет порталиться, но тут, кажется, CCNC может подсолить, он может бросить дерево сейчас. CCNC опасно играет. Непонятно, кто кого. Бросит дерево? Нет. Чуть не хватает. А тут будет еще парочка иголок, но не дотягивается Тобсон, и CCNC выживает. Куда идти Тобсон? У ресурсов вообще нет, Курьер стоит на базе. У Тини тоже нет ресурсов, если что. Денайдса будет Тобсон? Да, похоже, будет Денайдса, но CCNC может сейчас получить... Очень долгий бюл! Нет, все-таки не смог добежать. Близко было, CCNC. Да, было близко. Но Бристалбек Денайдса долго будет очень в таверне находиться, но у него не было выбора, на базу он бы шел еще дольше, чем вот так вот сделать суицид и вернуться на линию. Явар, прекрасный фарм. Пока тут ничего интересного. Но OmniNight также фармит на уровне, никак не может по ЛАД здесь мешать. OmniNight, понятно, герой стабильный, против Лайфстилера, так ты вообще ничего OmniNight сделать не можешь. Ван Дэ кидаешь, он сис. И CCNC тоже деняется. Да, он тоже деняется, он, правда, чуть-чуть быстрее заспавнится, потому что от вышки ты умираешь и не получаешь, там, сколько, 26 секунд респаун таймера, как от нейтралов. Главное, опять-таки, вернуться с ресурсами сюда. MSS, второй уровень, есть Soul Assumption, есть Creep Chill, уже можно под большим замедлением пытаться убивать. У Снейкинга второй кабан должен быть. Но на самом деле и OG могут здесь атаковать. Учитывая, что Ио там уже подкачался, да и Nutail бьет больно, все очень неоднозначно, все будет реально идти от первой ошибки. Кто нападет, кто-то кнопки использует. Жесть, как же они спамят этими фразами из колеса чата. OG как раз в интервью они в своем говорили, что Себастин, кажется, говорил, что соскучился по чатвилу очень сильно. Или это Nutail был? Nutail, Nutail. Ну, в общем, понятно, что вся команда OG очень любит чатвил. Так, Топсон отходит в лес, пофармить пока линию, а стакет, наверное, будет сейчас Топсон себе. Он иголочками может парочку кемпов там зацепить и сделать себе стаки. Это будет приятно потом зафармить. Так, а здесь у нас в топе фарм происходит размен. Снекинг получает очень много демага. Понимает, кажется, что ему нужно до конца здесь играть. Пошел Ана, Nutail очень больно. Переключается на МСС, но в итоге, похоже, никого в итоге не убью. Да, и Nutail, а она отходит назад. Безмастер живой. Все это под баунти руны, и сюда приходит Тинни. И Тинни сейчас, возможно, будет атаковать. Но пока у нас попытка убить Рубика, Хэмилин и Грейс. Явар забирает руну. Три руны пока что для Ньюби. Четыре баунти руны для команды Ньюби. Хороший результат. И за одну игру OG забрали, по-моему, только одну руну. Хороший результат для Радиант. Более чем. Бристаллбек продолжает качать лес. По крипам, кстати, он очень жестко обгоняет Тинни в данный момент. Какая-то часть там лесных крипов, но вот по Нетворцу мы видим, что у Тинни все-таки побольше, чем у Бристаллбека. Пока два брейсера у Топса. Просто побольше плотности решил набрать. Джеракс уровень 3. Три опса варда с собой. Смоук это идея поставить какие-то глубокие варды. Возможно, между это 1-2, либо на горочке хайграунда. Скоро увидим. Ну, наш рай, наверное, нужно поставить, чтобы на 10-й минуте за баунти побороться. Вот, да, вот такой вот вард оптимальный от Джеракса здесь. Он может попытаться выйти в мид. Непонятно, хватит ли ресурсов здесь для того, чтобы убить CCNC. У него все-таки уже и уровень 6. Соответственно, прокачан ультимейт. Броня какая-никакая имеется. И Топсон не так больно будет его дамажить своими иголками. Пока что ждет у нас CCNC поворап. Это дабл дамедж боти. Тут цепляют Гримстроука. Борьба там между Рубиком и пятеркой команды Ньюби. И в итоге тут, кажется, обойдется без лишней крови. Запорты расходятся в разные стороны. Ничего интересного. Ну, слушай, пока от Ньюби очень удача начала. То есть, О'Ги не играет особо агрессивно. Вот ни одного фрага пока. Хотя были близки к этому. Ну, тут действительно очень на тоненького. У Нотейла много урона. У МСС тоже, кстати говоря, много урона. У него второй соул Асамжен. Это один из самых сильных нюков вообще на старте. CCNC вместе с Пайлайдами перемещаются сейчас в топ. Возможно, будет инфа от мидера команды OG, что с центра кто-то ушел. И она довольно в опасной позиции находится. Сейчас на него могут попытаться напасть. Он тизерится к катапульте. Тизера сейчас не будет. Не особо-то приятно. Придется отсюда просто как-то бежать. Тизер разрывается. Греча пошла. Анна выбирает идеальную позицию. Тизер появляет через 3 секунды. Хэхэ с Томпу. Сопили лишь бейсмастера. Бейсмастер в любом случае без ультимейта. Тизер. Анна-тан отсюда улетает. Прекрасно сыгранно. Всю команду развели. И выживают. Невероятно тонкий момент от Анны, когда он выбрал точку, где не залетит Эваланч. Четко понимал, что сейчас бустит Греча и выбрал позицию, где его не видно. Прекрасно. Прекрасно чувствует эту игру. На Виспе вот в таких ситуациях особо трудно уходить, потому что этот герой очень не любит тапок покупать, ибо он все время на тизере играет. Но она все-таки смог выбрать. Еще не стесняется и контратаковать, но возможно заиграетесь. Ребята на Тейл получают Инксвелл, Саласамшин. Это персплат на 8-м минуте для МСС. Достается он Висаджу. На центре Тобсон против CCNC. Восьмой уровень против седьмого. У CCNC большие трудности тут возникнут, если у Тобсона есть мана. У него есть стик, но там немного зарядов, поэтому Тобсон решил, что подвышечку все-таки лучше не давить. Да, Висадж против Бристлбека. Бристлбек против Висаджа. Вот знаешь, когда во вражеской команде есть какой-то контрпик, ты хочешь понизить позицию героя. Так, что-то. Неужели Джеракс... Неужели Джеракс умрет? Нет, конечно, не умрет. Телекинезом цепляет Ивара. Ивар уровень 6 пытается, видимо, добежать до Вейва, чтобы инкест использовать. И восстанавливает здоровье. Но тут немножко поаккуратнее нужно играть. Пайлайдай пытается продамажить Нотейла здесь. Подходит туда Визаж, то есть он будет готов помочь. Есть ТОС. Полетел Визаж. Есть Эхо Стомп, но не успевают. Нотейл, это 2-1. Очень классно Ньюби перемещается. Они уже оказались на центре и снова находятся героя. Это их главная задача. Как можно сильнее затормозить вот этот вот воровоз под названием OG с их Бристлбеком, с Керри Виспом, потому что в мидгейме против этого будет очень трудно сражаться. И нужна какая-то, знаешь, вот подушка безопасности для того, чтобы у тебя была возможность где-то там отдать вышку лишнюю, отдать сопернику чуть больше баунтирун, дождаться все-таки своих артефактов. Там Родианс на Лайфстиллере, допустим, или там какой-то Солар на Бистмастере, чтобы потом уже на 20-30 минуте как-то можно было бы с этим подраться. Мидасик Лайфстиллер будет покупать в этой игре, понятное дело. Кстати, Мидасик против Доминатора может быть. Ну, вообще сам Лайфстиллер против Доминатора достаточно хороший герой. Посмотрим, что получится здесь. Мне вообще казалось, что Ньюби могли бы Деваврора пикнуть. Он тут вообще почти всех закрывает. Так, слушай, походу будут ОГИ дистрации, они понимают, что тут находятся два героя. Это стомп, неточный, телепорт просто отполадает, сбить его нечем. Кстати, только сейчас обратил внимание, что ОГИ достаточно большие проблемы с дизейблами, которые позволяют телепортацию забивать. То есть, по сути, есть только Рубик, ну и стомп. Стомп — это такой очень ненадежный спелл, который тяжело использовать для того, чтобы сбить ТП, там все-таки дилей какой-никакой есть. Плюс, если игрок команды Ньюби видит то, что стомп потрачен, он просто нажимает кнопку телепорта и выживает, как это сейчас было с Гримстроуком. Делаются стаки, очень много стаков. Все это будут в будущем фармить присталбек. Еще можно стакануть все это под баунтируны, которые можно будет здесь законтролить. Ну, в общем, денег у Топсона должно быть очень много. Ну и, разумеется, Ю в какой-то момент также переместиться в лес и будут фармить стаки убивать присталбека. Они его прогоняют снова, когда рун блестящий. Самое смешное, что они его и не могли бы убить. Да, неправильно. Развернулись, убились бы они в третью пассивную способность. Топсона было бы очень сложно его забрать. Тут наверняка какие-то бы еще сейф-тпшки были бы, шрайн есть. Не стоит забывать, что комбинация Ио плюс Бристалбек довольно жесткая. А тут у нас еще и кор Ио и кор Бристалбек. То есть артефакты у этих героев будут. Будут хорошие. И левел тоже будет приличный. Тинни хочет даггер первым слотом. Оно и понятно. Ты хочешь как-то прыгать, быстро убивать саппортов, чтобы потом 4х5 сражаться, имея численное превосходство над соперником. Талант на восстановление маны, конечно же, у нас Бристалбек берет. Но УДЖ пока готов играть вторым номером. Вот что я могу тебе сказать. Прошло 10 минут. УДЖ играет вторым номером уже минут 8. Это очень, очень обманчивое ощущение. Вот человек, который просто, знаешь, так следит за дотой, не шибко часто вот на крупных турнирах может подумать сейчас, что ну у Ньюби типа все круто. То есть они вот уже как бы готовы побеждать. На самом деле ничего подобного. Вот буквально еще 4-5 минут и УДЖ будут в кондиции. Они пойдут, они будут давить. И Ньюби нужно как можно более сосредоточенно сейчас сыграть, продолжать контролить баунти руны, продолжать фармить артефакты. Потому что если они со своим темпом опоздают, их просто сметут с этой карты. Ну вот они трейдятся. То есть отдают террадин вышку в поте, пытаются забрать вышку в топе. Вот он снэкинг, получает денежки. Владмирс, кстати, он не рашит, купил себе медальку быструю. А Владмирс будет покупать только сейчас. Понемножечку там копить деньги. Шестой уровень у Висаджа. Он довольно опасен с своими фамильярами. Может и сплит пушить, и дизайплить, и нападать. Хастомб будет ли по Элайдай? Похоже, нет. Хотя, слушай, Ньюби сюда прям массово смещается. Сюда подходит и Тиня. Хастомб есть, неточный. Рядом находится Бейсмастер с ультимейтом. Она пока улетает. Ньюби очень близки, но нападать не хотят. Ну вот, вроде, вышли на Альдер Титана. Явард нажмет телепорт. Должен отсюда успевать уйти. Да, он ходит параллельно. Должен добивать Альдер Титана. Да, снова фраг на Нотейле. 3-1. Висадж тоже хочет Доминатор купить. Интересная борьба Доминаторов будет. Владмирс появляется в конце концов у нас у хардлейнера команды Ньюби. Вообще довольно неплохо все у Биста. 4500 Нетверс. Хорошо простоял свою линию. Вышку в топе спушил. Так, сюда телепортируется на Тейл. Будет попытка, видимо, убить Снекинга, но нужно обязательно попасть в томпов, там в боте убивать топ. Престалбека убили, но он играл очень могло. Он там стоял, наверное, минуту за этим тавером, фармил, фармил. Это был вопрос времени, когда его накажут. Да, можно было бы сказать, что он подспейсил, но что на карте в этот момент сделали OG в топе. Они никого не убили, вышку никакую не забрали, Рошана не забрали. Фактически это такой был легкий подфит со стороны Топсона. Себастьян без Мидаса. Мы вчера комментировали игру Infamous против Кингейминга. Там как раз был он Нинайт, который купил Мидаса и очень хорошо себя за счет этого чувствовал. Но здесь же Себастьян хочет все-таки какие-то ранние полезные артефакты приобрести. Но у Явара все отлично. Быстрый Мидас. Он продолжает фармить. Его никто не отвлекает. Парочку раз буквально Топсон его заспамил иголками, заставил отойти с Лайна, но Явар постоянно возвращается, качает линию, пушит ее, заставляет сюда перетягиваться игроков OG. Так, там смолк у нас от Гримстроука с Висаджем. Саппорты будут пытаться сейчас делать какую-то активность на карте. Ну, конечно, лучше напасть в спину на Тейлой Джеррекса. Так и есть. Они не могут нападать Но тут Расплитер, тут вообще атака на Тинь. Истин Кинесс. Урона не хватает. Попытка убить Рубико и убивает его слишком быстро, но Тейл пытается убежать. Получает тост, Гварден Энджел от Омни Найта. Но урона магический, поэтому его хватает. И минус 2. И похоже, на этом все может закончиться. Хотя Снейкинг идет дальше. Он может оберегать к Банаме. Они тут в большинстве, но они смотрят на этого Бристаллбека и отдают себе отчет в том, что они вообще ничего не могут сейчас сделать. Если нападать, то только на Умни Найта. Тем более Бристаллбек под Хэмли Грейсом бесполезно что-то с ним делать. Но и так получилось удачно, учитывая, что изначально была атака на Тинь, сделать убийство на двух саппортах. Но заметьте, несмотря на счет, казалось бы, разгромный. Преимущества практически нет. И Си-Си-Си. Си-Си все-таки делает отсюда телепортацию. Надо было, наверное, пораньше нажимать. Определенный риск был. Определенный риск был. Баунти руны спавнится. Берет у нас Тинь и Блинк Дай. А, ну понятно, почему он не хотел улетать. Потому что он хотел команде на Баунти рунах, по-моему. Может быть, кстати, успеет куда-нибудь еще прийти. С Блинк Дайгером он слишком быстро. Па Лай Дай. Надо тяжело что-то придумать. Хэмли Грейс, Погоня, Па Лай Дай. Еще один удар. Парификация этого хватает. Надо в других точках играть Ньюби. Они не могут играть на линии, где находится Бристаллбек. Они ничего не могут ему сделать. МСС не успевает отсюда улететь визаж. Минус два уже. Через две секунды появляются Баунти руны. На Юджин начинает потихоньку доминировать. В таких вот драках мы видим у Ньюби очень мало шансов против Бристаллбека плюс Омни Найта. Красавчик с ССи-Си вовремя принял правильное решение. Он осознал, что драться на этой руне он вообще никак не может. Просто сделал блинк вперед и улетел при помощи телепорта. Однако игроки ОДЖИ знают, что они из ССи-Си недавно заставили телепорт нажать и сейчас у него нет ТП. Может быть они попытаются тут как-то подраться с этим Тинни. Попытка напасть на Себастья. На Себастьян успевает повесить на себя команды Гресси. Очень быстро выходит из-под роора. Но тут проказ. Проказ довольно жесткий. Правда тут трещина от Нутейла попадает под двум игрокам команды Ньюби. Драки здесь не будет, судя по всему, больше. Никого убить не смогли Ньюби. ОДЖИ тоже ничем не могут ответить. Джеракс в боте испытывает пронистри, пытается нажать телепорт и выживает. Надо этот рейдж оставлять, он еще может быть очень полезен. Да. Так. Ну, он на Омни Найт и мы видим нападать очень тяжело. Даже если там не было рядом Титана, не факт, что смогли бы убить. Слишком много ХП, Purification, Heavenly Grace. Ты его просто не можешь убить. Ну, ТЛ. Понятно, что убить из НСи также не выйдет здесь. Надо отходить назад. Кримсон от Престалбека уже готов. 16 минуты, третья секунда. Про Ио мы забыли. Мы Ио уже не видим очень давно, но посмотрите, да, какой фарм, какой хороший Нетворс и Аганим почти есть. Да, друзья, кэрри вис во всех пабах страны. Ну, в общем-то, и раньше тоже был достаточно популярным. Вот когда только его вернули в ЦМ, он был очень забафанным и многие играли, поднимали ПТСы на нем. Сейчас его, конечно, понерфили, но вот на кэрри позиции мы видим, что Анатан прекрасно на нем действует. Уже очень много игр выиграл. Попытка напасть на Себастьяна. Рор пока что отсутствует, но скоро будет. СССР забирают пачку крипов и просто уходят отсюда. Тянут время, Ньюби. Вот сейчас уже в открытом столкновении они слабее. То есть, если Бристалбек придет, вы ему вряд ли что-то сможете сделать, даже если его там не будут бафать. Пайлайдай, кажется, рискует здесь своей жизнью. Спириты уже замедляют, и он умрет. Очень странное нападение на Пайлайдай. Он кидает тичку Сайленс в Джеркс, у которой есть Рэйдж, и он успел его в тот момент использовать. Конечно, контратаковали. На центре Ньюби Давид должны забирать здесь башню. Эхо стомп от Нутейла, но грамотные ребята отходят чуть назад. И башня падает. Деньги дополнительные для ССРС. Ужи сюда пришли, но немножко опоздали для того, чтобы полноценно подраться. Там и Солор уже на подходе совсем немножко стоит. Но все, Ужи хотят подраться. Ио купил себе Аганим. И смотри, сейчас они просто пойдут в центр и сломают там Т2. И если Ньюби придут туда драться, мне кажется, они могут очень сильно просесть в мидгейме. Евар телепортируется на базу, у него еще нет. Даже Сакрид Релико, хотя это, конечно, нормально на 17,5 минуте не выпармить Радианс с Мидасом, но тут вот уже нужны как бы вещи, тут уже нужно потихонечку как-то бороться с игроками Ужи, ну или просто, не знаю, скипать пачки крипов, иначе Ньюби рискует все вышки потерять, что очень плохо. Можно, вот, если они нападут на Ана и убьют его, это будет очень круто. Ана делает Релокейт отсюда на топ, но не сможет. Не сможет, но он поживет еще какое-то время. У него есть стики, но Инксвелл слишком много контроля. И это позволяет сделать враг на ее очень важный враг, про смен на Т1 команды Ньюби на топе. Честно признаться, вот когда наши аналитики говорили про это противостояние, они как раз указывали то, что Ужи здесь являются явными паворитами, и никто не ожидал от Ньюби такого крутого результата, да, выйти в верхнюю сетку. Но я сейчас смотрю на эти макро-решения, которые они принимают, и это безошибочные действия. То есть они реально очень круто двигаются по карте. Контроль руны ДД, Джеракс увидел руну, но не факт, что его отсюда отпустят теперь. Джеракс ворует рейдж. Р-сплиттер сработал лайфстилер, Явар рейдж нажимает, надо здесь немножко отъедаться. У него нет телепорта? Явар пытается отсюда убежать, но тут его встречает Тобсон. Есть тут тиммейт у Явара, можно просто сесть в крипа, либо там тиммейты, и пытаться убежать. Явар пока просто пытается убежать на фейзах, и похоже, это получается сделать Явар. Еще и тосует его поближе к Шрайну, и на этом пока все. Явар воспользовался услугами Тинни Айрлайнс, поближе к Шрайну прилетел, спас его в какой-то степени, на телепорте. Тут, в общем-то, в рейдж тебе тпшку-то не сбить. Ну что, Рошан тайм. Есть гул, есть медальон, и Рошан упадет достаточно быстро для такой минуты с такими героями. Ньюби забирают Т1, Ньюби всегда не успевают, да и драться Т1 не особо хочется. Они не могут физически здесь сражаться, это невозможно сейчас. Им нужно несколько слотов из онлайфстилера, им надо вот как раз тягать соперника по разным частям карты. Заставить кого-то телепорт сделать, напасть, убить. Вот как буквально 2-3 минуты назад, когда они Ана забрали. Баунти скоро заспавнится. Вот, видишь, они просто забирают пачки крипов, не дают сопернику подойти к крипов. Систели Кинес, и Сингсвилл там у Джеракса. Оу, и Тос. Класс, он ворует Тос. Прекрасно сыграно. Джеракс на этой карте хорош, очень много работы делает, очень много на себя внимания перетягивает, успевает через рейдж уйти и не напидеть. Я не знаю, есть ли вообще такая игра в карьере Джеракса, где можно было бы сказать, что он нехорош. Я помню, чтобы другие игроки ошибались, вот грубо или не грубо, но Джеракс, как правило, всегда делает то, что от него требуется. Ну, может, я его, конечно, перехваливаю. Я думал, только один человек в мире не ошибается. Нет, оказывается, их два. Понял. Оказывается, их два. Это 11 уровень Рубика, там скоро Линза. Ой-ой-ой-ой, Ана! Веселится здесь. Да и на самом деле подходит Тобсон, поэтому можно будто Евара побить. Телепорта у Евара снова нет. Евар разворачивается для того, чтобы подраться с Тобсоном. Тобсон. Как же больно. Как же больно там. Евар вроде как только что купил рейтинс, но не может здесь траться один. Поход Джеракса с невидимости. Да и тост, тост по двоим. Как же сыграно. Максимально урон внесен. И минус два сделано в этой точке. Next level play. Да, все, что остается делать, это продолжать скипать пачки, продолжать фармить, потому что с Бристлбеком сейчас подраться невозможно. Тут ведь, понимаешь, даже умнина это не было рядом. А ты представь, что будет, когда подойдет Сепа, будет еще бафы кидать какие-то на Бристлбек, на Ио. Ты же вообще там никого не сможешь убить. Даже если все сделаешь идеально. Ну что, на Т3? 21-ая минута, а Егис есть. Главное не в трон демэдж. Таким пиком можно и в трон, на самом деле, если Ньюби сейчас нафидят, повыкупаются и снова умрут. Но башня падает очень быстро. Вынужденный Ньюби спрошит клик. Ластера еще нет 8 секунд. Возможно, уже заберут Т3 и уйдут отсюда. Посмотрим. Мне кажется, что будут бараки бить. Снекинг уходит. OG здесь останутся. Снекинг их не стянет, они здесь останутся. Мне кажется, и будут забирать бараки. Хамильный Грейс на Бристлбеке. 3300 хп. SolarCrest, Crimson, два Брейсера. Что ты с ним будешь делать? Совершенно непонятно. Надо убивать саппортов. Как же больно я вару. Минус пол лица просто. Но пока Ньюби пиздействует. Непонятно, как начинать. Есть. Тос. Полетели. Но там в любом случае есть Аегис, поэтому это просто выигранное время. И его должны убить Аегис минус. Есть Guardian Angel. Практически по Т4. Дайвит команда OG. Снекинг на лоу хп. До конца. В погоню за Бисмастером. Бисмастер пытается убежать под фонтан. Отпустит ли его? Она на релокейте. Полетел. Снекинг на фонтане. Пока живет Сайланс на Томпсоне. Томпсон. Надо отсюда уходить. Полетел. Он танкует с миной. Он танкует с миной. Убивает троих. Есть еще вопросы? Стоит ли идти в трон в этой игре? Вопросов нет. Прекрасных. Прекрасных OG. Ну, видишь, как происходит? А я тебе говорил еще минут 7 назад, что это далеко не победа для Ньюби. Хотя первые 15 минут они ведь правда играли идеально. Они забирали все баунти руны. Они круто по макро двигались по карте. Забирали вышки, трейдили их. Не вступали в эти драки с Бристлбеком. Но в какой-то момент пик OG набирает критическую массу. И ты ничего не можешь с ним поделать. CCC пожертвовал своей жизнью для того, чтобы выбить Аегис из Ио. Ну и байбэка у него не было, естественно. Он тут не смог вообще как-то помочь своей команде. Да, очень трудно. Нельзя позволять пику OG в пятером находиться на карте. Их нужно как-то разъединить. Нужно заставить отойти, дефать вышки. Вот если бы снейкинг не ушел бы с топом, может быть бы, это было бы реально. А когда игроки OG увидели эту телепортацию на мид, они сразу поняли, ага, нас никто не заставит отсюда спорталиться. Значит, просто идем в атаку. А Себастьян, конечно, радуется. Приятная игра, когда ты настолько жестко доминируешь над своим соперником. Что на фонтану можешь зайти на 22-й минуте и там побоять героев. И тебя не накажут, да, и тебя не накажут за это. У Тобсона еще и Кераса скоро появится. Будет очень много брони у этого героя. Стойкостью OG невероятное количество. Их главная слабость это все-таки, вот знаешь, отсутствие жестких станов. Но всего остального у них просто огромное количество. И урод, и стойкость, и возможность ломать вышки, и возможность Рошана забирать. Крутой тимфайт, крутые скиллы. Очень сложно что-то сказать в ответы сейчас ребятам из Ньюби. Появляется медалька на Висадже. Очень жестко скаканули графики вниз. Ничего они делали Ньюби. Посмотрите, у них вообще нет никаких там убийств, кроме того, что они забрали башню. Они только погибают, погибают, погибают. 7-14. И OG не стесняются еще попармить какое-то время. Они спешат заходить на хэйграунд. На топе по-прежнему стоит Т2. Байтит МСС. Он тут не один, тут лайфтиллер есть. Хорошая атака. И он должен погибнуть. Ну, очень близки. Guardian Angel, он там магический урон, плюс райдернс работал. Вот сейчас можно подраться. Вот если сейчас сюда как-то игроки Ньюби смогут стянуться, то тут можно было бы устроить драку. Но МСС отдадут, что в целом, в любом случае, для Ньюби достойно. Да, да. Вот можно было бы... Ну, никак. Просто никак туда не прийти. Игроки Ньюби были слишком далеко. Т1-1 вышки, естественно, там уже давным-давно нет. Поэтому там в пятером оказаться просто нереально. Но если бы это получилось бы, для Ньюби это была бы хорошая драка. Очень. Баунтируны. Снова забирают их у нас OG. Последние минуты 7 доминируют очень сильно. На карте. Ньюби пытается пройтись сейчас на вражескую территорию. Попытается кого-то подцепить, но не выходит. Он не на это могут попытаться убить. Есть гамельный грейс от Себастьяна сразу же. Поэтому рор давать практически бесполезно. Слишком недлительным он будет. Да, тут как ни крути Себастьяна очень сложно убить. Тоснусь поближе к тиммейтам. Давайте смотреть. И ОВП через 10 секунд. СССР не может Тоснусь. Очень много времени терять. Залетает Атос. Приходит сюда Тобсон. Есть Тосну. Слишком поздно. Солпин сработал по присталу. Окей. СССР пытается уйти из драки. Очень много урона по нему. Ну и должна погоня продолжить. СССР еще один Тос. Скидают вперед уже героя. И погибает Дистине. Ну и пытается команда Ньюми просто отсюда убежать. Пока есть такой вариант. Убежать-то получилось. Только бежать особо некуда. Потому что заставить сейчас ООГ как-то расплититься будет трудно. А вот-вот будет падать. И ООГ просто пойдут по боту. Пик у ООГ очень нестандартный. Сейчас Кирасо еще доедет. Уже готов Курьер довозить Кирасо для Тобсона. Представьте какой-то важный пример для того, чтобы заходить на хайграунт. И уже заканчивать эту игру. Ну Рубик просто. Бутсов Тревел плюс Линза. Я не уверен, что вообще сейчас есть правильное решение. Для пика Ньюби. Вот конкретно в данный момент, когда они все стоят на базе. Все линии распушены. И ООГ в боте в пятером. С Кирасой, Соларом и Кримсоном. Что вообще есть решение, которое позволит здесь отбиться. На кого напасть. Как бросить кнопки. Что вообще нужно сделать в такой ситуации. Тараска убьет. Тараска и Кираса появляются. Как раз перед потенциальной дракой. Врыв. Но давайте смотреть. Вся команда будет бить одного Тобсона. И они начинают бить. Но это совсем мало урона. Приходит сюда Ана. Это Арсплиттер. Эхо Стомбус. И пили птичек МСС. Еле живой. CCNC пытается убежать из драки. Его отсюда никто отпускать не собирается. CCNC отправляется в таверну. Без. Возможности байбэкнуться. Тобсон. Есть рор на Ана. Но ему наплевать. Снейкинг практически под фонтаном. Тобсон идет под фонтан. Тобсон идет под фонтан. Guardian Angel. И можно здесь драться дальше. Снейкинг еле живой. Под фонтаном еще один минус. Эхо Стомбус. Тобсон просто бессмерт. Он бессмертный. Солбинг. Тобсон просто стоит спиной. Помогает его. Максимальный регент. Трипл килла Джеракса. Почти все герои погибают после байбэков. И команда Ньюбис дается. Уничтожение. Окей. GG. А Пайлайдай. Он понимает, что он просто ничего не может здесь делать. Но ты не можешь выйти из фонтана. Да уж. Ой-ой-ой. Но если есть лучшая игра для плюс морали, это только это. Лучше я не могу придумать. Да, зал просто взрывается аплодисментами после такой зажигательной игры от нынешних чемпионов мира. Потрясающе, конечно. Я не знаю никакой команды, кроме OG, которая может сыграть именно так. Именно такими героями, именно такой стратегией. Именно вот так зайти на фонтан 22. Магия. Магия команды OG. Четкое осознание ресурсов своих позволяет им вот такие вот игры проводить. На драфте. На драфте нужно было сыграть немножечко иначе, на мой взгляд, Ньюби. У них было два решения. Одно из них вспомнили наши аналитики драфта. Это Некрофос. Он бы тут неплохо смотрелся, как мне кажется. А второе решение — это ОД. CCNC довольно неплохо играет на этом герое. И ОД как раз прекрасно справляется вот с такими жирными, непробиваемыми персонажами. Потому что она стакивает очень много интеллекта и потом просто взрывает ультимейтом всех. Ну, в общем, мы это уже не узнаем в любом случае. Пока для Ньюби все грустно. Слишком быстрая карта, слишком быстрый проигрыш. И надеемся, что на второй карте все у них получится. Но скоро это узнаем. Пока передаем слово нашей студии. Окей, GG. Тот признание своего поражения, когда у тебя стоит Бристалбек на фонтане и он не собирается вообще никуда оттуда уходить. OG нам, конечно, показывает потрясающий уровень игры, потрясающий стиль игры. И сами они, ребята, замечательные. Но как-то нам эту довольно однобокую игру все-таки придется сейчас разобрать, джентльмены. Давайте этим и займемся. Ну, как-то вот как бы не хотелось, да, что думалось, что вдруг сейчас Ньюби подсоберутся, покажут себя, мол, они достойны, верхняя сетка. Но вот все было как-то легко, как и в групповом этапе для OG. Ожидания мои лично не подтвердили, что в плей-офф они как-то изменят свой стиль или будут играть иначе. Все работает, все играет. И они кайфуют, это видно. Они просто кайфуют от доты, которую они показывают. Они берут, что им нравится. Они играют, как им хочется. Они заходят под фонтан на 22-й минуте. Им круто. Но надо попробовать без Веспа сыграть все-таки фартейку. Кому-то забанить его, не пытаться его контрить. Потому что под него реально очень много героев на лайн заходит. И на таких лайнах, когда ты стоишь даблой против Веспа и кого-то там, ну, такого же сильного персонажа, да, как Элдер Ситан, это очень трудно делать. Если ты триплу туда будешь посылать, тогда у тебя будут другие лайны страдать очень серьезно. Там будет Сэп хорошо себя чувствует, Джеракс будет, у него руки будут развязаны, он будет двигаться по всей карте. Добсон тоже. Ну, сначала вот не задалось чуть-чуть, вот это вот по тоненькому льду опять ходил молодой человек Смида. Он просто вот забегал по Тауэр, когда он чуть Фюзбат там не отдался, Сиэнси. Но все равно, это все нивелировалось очень крутой. Вот кто-то их все-таки накажет, потому что вечно играть в такую стратегию, как танка-суппортящую, без ярко выраженного керри, да. Нет, он как бы есть он. Это Твисп, да, который он бывает. Нет, ну как бы у тебя керри, это любой герой, который собирает артефакты, у которого есть левел в сознании OG. Но именно вот ярко выраженного такого парня-хиздпейсера у них нет. И рано или поздно вот кто-то по ним проедется за это, потому что все-таки... Они просто ржут, вы посмотрите на них, они вообще все равно. Это он как раз ржал после момента, когда Тобсон встал спиной и трипл килл сделал. У меня сейчас, по заявлению ведущего, вопрос есть к Егору. Он, я просто помню, был тренером. И были ли такие размышления когда-либо у вас, когда вот ты драфтил там или думал о стратегии на игру именно в BST3 формате, отдать противнику сигнатурного героя, например, попробовать с ним сыграть, не получилось, тогда забаним. Или все-таки лучше изначально банить? Какие у тебя мысли были? Ну это, ну, и так и так может работать, все зависит от уровня врага. То есть, если это Висп от OG, и, допустим, мы бы сыграли с ними на КВшках и знали, как мы законтрим этого героя. И они знают, соответственно, что мы знаем, что мы умеем это контрить, и они будут банить этих героев, тогда мы Виспа забаним. Если они этих героев банить не будут, мы его не забаним. Ну, это, например, так. Просто как из того, что я вижу, в ВП вроде пытались, да, и вот сейчас ребята понимали, что будет этот Висп. В первой фазе его не убирают. ВВП во второй игре, кстати, убрали потом. Тут как бы, да, если бы знать, что ты OG забанишь Виспа, и все тогда пойдет по накатанной, да, и как масочком проедешься по ним, вряд ли. Ну, это же, да, это же так не работает. Ты забанишь Виспа, отдашь кого-то другого, и они тебя этим чем-то другим выиграют. Я бы еще хотел отметить такой факт, что Висп, вот в руках OG, он сейчас кажется сломанным персонажем на корпозиции с быстрым агонимом. Но мы вспомним патч буквально там к 3 месяца назад, когда у Виспа, помимо всего того, что он есть, что у него сейчас есть, у него еще было на 10 уровне плюс 45 урона, потому что сейчас у него выбор либо 45 урона, либо замедление от Виспов. А раньше Виспы замедляли по дефолту, то есть ты до 10 уровня уже Виспами мог замедлять, нырять и убивать. То есть у тебя, помимо всего этого, еще 45 урона дополнительного было, а для кор Виспа, у которого третий скил, вот как по мне, это и есть основная фишка этого кор Виспа, что он дает очень много атак спида себе, ну и союзнику тоже. Ну, а зачем давать союзнику, если у тебя у самого очень много урона с таланта на 10-м. А сейчас даже его нет, и все равно она умудряется демонстрировать этого Виспа нам так, что нам кажется, что это что-то ненормальное. Потрясающе красивая сцена, на которой сейчас продолжится эта BO3 серия, где Ньюбе придется что-то придумывать. Понятное дело, да, что мы вот сейчас можем сколько угодно говорить про то, насколько OG хороши, или наоборот говорить о том, что OG хороши, но не настолько, чтобы это всегда срабатывало. Знаешь, они еще глаза могут мозолить, потому что они этот чемпионат начинали играть со своего первого Джокера, с которым они выиграли прошлый Интернешнл, это Спектра. Вот, ее постоянно пробовали, разминали, потом про нее позабыли, вытащили второго, который сейчас мозолит всем глаза этой Висп. Сейчас его будут загонять в первый бан на регулярной основе, потому что, ну, уже надоело. Или не будут? Ну, скорее всего будут, потому что, ну, этот Висп, он реально надоел. Лучше его забанить, чем вот играть против вот такой вот игры, постоянно, где у тебя все другу сейвит, синергирует, и вот это вот очень неприятно против этого Масхилла там играть. Посмотрите, Сергей, хорошо, а под конец, под конец, опять Спектра появится? Ньюби, что делать в такой ситуации? Вот сейчас какая стратегия? То есть OG, понятно, да, у них есть куча козырей, они сильная команда, они реально сильнее. Но, как бы, Ньюби же не могут при счете 0-1 сказать, ну, как бы, Infamous, давайте вечерком там с вами или завтра встретимся, сыграем. Во-первых, Висп надо убрать просто. Я согласен, мне кажется, просто убрать Висп для начала. Поиграть там через каких-то других персонажей, потому что нет больше такого парня, который можно поставить на первую позицию в доте, который будет вот так вот сильно тебе потом в, знаешь, таком early-mid-game доминировать, и с кем ты можешь зайти на high-ground, и который даст очень сильный баф. Но Висп потом прям универсальный, потому что остальные парни, они такие все-таки более late-персонажи. Может постараться подстроить его все-таки, вернуть его в более стандартное русло, да? Вот Ио немного нарушает, наверное, это стандартное русло, и вообще, когда драфт от OG, играя вот в таких коров, вроде неочевидных первой позиций, попытаться их заставить играть в стандартную доту. Это, наверное, не так просто сделать, но на драфте нужно попробовать. Вот вернуть как-то в нормальное, понятное русло для меты, наверное. И в этой мете, в которой все играют там, кроме пары команд на турнире, Ньюби как раз очень сильны, они в ней плавают. Просто Виспа ты хотя бы уже видел, и ты знаешь, что тебя ждет. Ты сейчас забанишь Виспа, там появляется что-то вообще новое, например, и тогда ты уже проигрывая при счете 1-0 против фаворита. Вообще забавная история по поводу Виспа, потому что сокушка, тренер команды, после первого Виспа против Нипов, говорил, что они его не особо практиковали, и просто Анна сказал, давайте мне Виспа на Кэй. Ну, я не знаю, это опять же может быть какая-то игра, но это было так ближе... Вообще знаю, OG, мне кажется, это намного больше похоже на правду, чем на Майнгеймец какой-то нереальный. Пожалуй. Это доверие, получается. Вера друг к другу. А у них все на этом строится? Виспом такая история, что она как с Текисом. То есть даже не обязательно Анна супер-мега-бог на этом Виспе и все знает. Скорее всего, это там даже не 60% всего, что может этот герой на корроле. А просто у других команд не было возможности поиграть против этого. Хоть какого-либо Виспа. И они сразу сталкиваются с Анной, которая в этом как рыба в воде. Поэтому, очевидно, лучше банально просто забанить. Так, баним Виспа. Что делаем дальше? Играем в доту. Стараемся играть в мету. Без этого не выиграть. Стараемся играть в стандартную мету, которой Ньюби играли на групповом этапе. Все. Просто могу вспомнить успешных героев. Гирокоптер. У него было 6 появлений, 1 поражение. Свен 5 появлений. Тоже там очень неплохой результат. То есть попробовать поиграть. Акс. 4 появления, 4 победы для Ньюби. Попробовать достать своих сильных героев и вписать их в драфт. Ну, у Снэйкинга вообще 2 основных героя было в рамках квалификации американских. Еще это Акс, это Бистмастер. На которых он там сыграл почти все свои игры. На которых они, собственно, успеха и добились. И в итоге вышли из квалификации. И просто тоже метовая игра, она же плохо себя чувствует против фаворитов почти всегда. Потому что... Вот не знаю, или Мирану им дадут. Потому что у них 4 гибких игрока на Миране. У них 1, 2, 3 позиции, 4 играет на Миране. Что это ты про Мирану заговорил, Алексей? Ну, просто... Герои тебе нравятся. Нравятся. Да, это у тебя есть. Нравятся, да. Ну, во-первых, МСС играется на регулярной основе в группе игроков. Это правда, да. И Евар, когда он стоял в миде, у него был супермаленький пул персонажей. И как раз в этом пуле присутствовал Мирана. Как я говорю, у них реально вот каждый сыграть на Миране может. 4 игрока, ну, пятерку мы не считаем. Пятерка Мирана — это не совсем адекватно, как мне кажется. Но вот 4 игрока играют на Миране. Такой гибкий пик. Если Мирану отдают, можно пробовать через нее разыгрывать. Еще одна причина банить Веспа, потому что это герой очень высокого темпа. Он на 15-18 минуте берет себе Аганим и уже идет на тебя. В то время как... То, с чего мы начали сегодняшний эфир, это то, что у Евара 460 в среднем убито крипов за игру. Это явно не 15-18 минут. Не против Веспа ты столько можешь нафармить, да. Да, поэтому, очевидно, их стезя, если они прошли все-таки Венеров, значит, у них это хорошо получается. Это все-таки лейтгейм. Ты зачем-то не банишь Веспа, которым на тебя уже идут на 20-й минуте на хайграунд. Мне кажется, тут несостыковка идет какая-то. Я согласен с Игором. Вот с Нипами они десятку проигрывали. Только появился Аганим. Ну, казалось бы, вроде у вас ничего больше этого Аганима нет. Там, ну, совсем маломальские артефакты имеются. И они раз драка, два драка, они дерутся нон-стоп. Они взвинчивают темп, моментально получив этот Аганим. И реально этот Весп идет в драку, умирает, выкупается, реликетится обратно в драку, дерется. Когда они проигрывали, такая ситуация была. А когда у тебя еще нет такого явного поражения по экономике, когда ты идешь на равных, у тебя на хороших позициях находится Бристлбэк, вообще играть легко становится. То есть нет просадки. Тестол, Веспом, да, не можешь так воевать. У тебя обязательно должны быть герои, как Бристлбэк, а он не найдет. Это герои, которые очень сильные. Вот именно с 15-й по 25-ю минуту Бристлбэк идет, он берет вангвард. Если еще Висп сзади него где-то там на бэклайне идет и тезерится, то ты не можешь никого пробить. У Егора, помнишь, ты им вопрос задавал, что ты там, ты был капитаном и что вы там брали? У него всегда был ответ на, любимый его герой был аппарат в свое время. На все случаи жизни очень временно против Веспа. Он контрит все мерзости в Доте, что есть. И ДП в то время был очень популярный. Алхимик. Алхимик, Омник, Висп, все вот это контрит. Самое забавное, что мы как раз с Мишей освещали на Квалификации International именно китайскую доту квалификацию, да, и юго-восточно-азиатскую. В Китае аппарат залетал на первый пик постоянно. Первый пик или баны, да, прошли. То есть они прям вот в стиле Егора, они прочувствовали имбу. Причем такое ощущение, что зачастую аппарат, он причем по игре был, а вот очень часто вообще не нужен и ник в тему, просто чтобы драфт не складывался неподходящим для тебя образом. Поэтому этот герой, собственно, такой же Никс был буквально там полгода назад. Все его брали, он всегда там типа что-то бегал, иногда у него игра вообще не клеилась, но он был в драфте для того, чтобы врагу было там меньше желания взять инвокеров, мид, квапу, лину, шторма, медузу, оде, вот всех этих интовиков, просто потому что им неприятно играть против Никса. Но ведь на самом деле, если посмотреть на историю команды Ньюби, то коллектив весь год искал свою игру, искал более того свой состав. И только к концу года они нашли, мне кажется, что саппорт, который, да, пришел к ним, капитан, все-таки оказался склеивающим фактором, который вот именно на Инте к этому всему привел. Но ведь при этом, да, если вы собираетесь поздно по ходу сезона, глубины, возможности у вас нет. То есть OG играют вместе довольно давно, уже год именно этим составом. Плюс есть очень опытные игроки, всегда можно сказать, а давайте вот помните, как мы два года назад там играли вот тем-то, тем-то. С Мираклом. Что? С Мираклом. С Мираклом, да. Возвращаются у нас команды на сцену. Ньюби, конечно, зал приветствует, но я думаю, что сердечки этого зала были завоеваны просто невероятным образом командой OG. Вообще забываем, конечно, упомянуть и тоже мозг команды, Ауи, что касается тренера Ньюби. Тут тоже опыта хватает, достаточно его. Он выиграл Интернешнл. Есть опыт именно игры на сцене в таких разных ситуациях. И дело в том, что я думаю, что эта команда, получив поддержку организации Ньюби, которая реально пользуется популярностью большой в Китае, получила небольшую поддержку здесь дополнительно. Они тренировались, у них был хороший буткемп, они играли с лучшими командами. То есть видно, что они чувствуют себя неплохо на этом турнире. Просто вот OG, как будто есть все и есть OG. Даже мы на OG смотрели, что LG классная команда играет, здорово, круто смотрится. Но ты смотришь на OG, и это жанр, которого нет на этом Интернешнл. Это абсолютно уникальная какая-то история. Хотя ты знаешь, очень часто, мне кажется, такое бывает и в спорте, ну не всегда, абсолютно точно, но очень часто такое бывает, что команда, которая играет очень ярко и красиво, особенно когда ты смотришь их игры на старте турнира или против середнячков, но Ньюби объективны середнячки на этом турнире, да? И они их выносят вперед ногами, так как LGD бы, наверное, не вынесли. Ну, было бы тоже явно в пользу LGD. Но потом, когда эта команда начинает встречаться с грандами, которые полностью собраны и которые, ну там, все еще, знаешь, там, ща, мы вас на Веспе, LGD давайте, и тут LGD такие, спокойно. Мы уже... Пришли футбольные бразильцы, такие парни, которые там красивые пасы на вес, и разбились об итальянское котеначо. И разбились просто о немецкую машину, там, оборонительную, спокойную, там, размеренную, рациональную. Именно в чем у нас представлены китайские коллективы на этом турнире. Не, очень-очень-очень интересный этот, он зажидает. Вот этот матч, если, конечно, вот так и пройдет, знаешь, односторонний, очень буду ждать я все-таки матч LGD против реально китайских грандов. А я, честно говоря, думаю, в этом плане у Запада есть один свой китайский гранд в виде Сикрет, на мой взгляд. Подожди, там и Сикрет, там и Evil Geniuses, эти ребята, которые LGD прекрасно знают, и они, эти команды всегда, они на опыте обыгрывали LGD. Могут разломить тоже немножечко, да? Они их могут поломать вообще как угодно, потому что, ну, реально, это жалуй, пожалуй. Ну, столько уже серий было, просто сколько этих квалификаций они с другом поиграли, сколько там чемпионатов были отыграны, постоянно в плей-оффе встречаются эти ребята. Мы с Пашей общались буквально после группового этапа вечерком, и самое забавное, что он говорит, я вообще, говорит, не понимаю, мы играли с ними? Говорит, это другая команда. Вот Серега говорит как раз вещь о том, что они играли, они тренировались, но это вообще не те LGD. Паша говорит, я в шоке, я, говорит, я не верю, что происходит. Слушай, знаешь, мне кажется, это работает в две стороны. Возможно даже LGD остались теми же, но просто если они остались теми же, а те, кто в их там прагах и в скримах, да, они выходят на сцену, зажимаются, нервничают, думают, что сейчас будет, если я проиграю, что будет, если я сейчас выиграю. Это начинает на них давить, и сидят LGD такие, ха, виспа возьмем на ФП, погнали, нормально, Сев, а ты на чем? А я на этом. И весело, задорно, они играют так же, остальные начинают играть по-другому. Вот интервью, который был, не интервью, а профайл команды, да. Да, но Тейл говорил, что после победы я хочу продолжить играть, чтобы играть просто налегке. Я не хочу заморачиваться, я хочу играть свободно, брать, что я захочу, и играть по кайфу с теми людьми, с кем мне приятно играть, как бы с вами, да, вы моя семья там на данный момент, и вот мне с вами удобно играть, чтобы никто не говорил, чтобы никто не давил, чтобы никто не машнил, самое главное. Виспа, Филспик? Да, ради бога, хочешь поиграть, иди играй. Что, жесткий, что ли? Ну да, пожалуйста, вот тебе Виспа тогда на Филспик. Кстати, о семье. Я задумался о фразе «Вы моя семья» на данный момент. Есть какой-нибудь... У тебя, может, даже есть какие-то люди, для которых эта фраза была актуальна, может, ну, такие вот на примете. И все не вечно, Егор? Да нет. Нет? Но семья-то вечно? Это нет. Ты вообще «Игру престолов» смотрел, семья, как говорится, не вечная, знаешь, всякое может произойти. У Ланнистера есть свои долги. «Семья — это святое», говорят Ланнистеры. Это... Это правда. Ты чего упал? Кто не упал, тот не поднимется, как говорится. И это как раз... Падали, но поднимались. Мы говорим о падали сейчас. Друзья, давайте... Каламбуря настигает в Шанхай. Каламбуря! У нас на очереди вторая карта OG против Ньюби. Сегодня будет насыщенный день, нас ждет 4 матча. Если мы можем посмотреть турнирную сетку, просто чтобы рассказать вам, что вас ждет дальше, дорогие друзья, потому что, на мой взгляд, не менее интересным матчем, чем OG Secret, может оказаться матч OG и G, потому что мы говорили с флайем на интервью. OG Ньюби, Secret и G. Ну да, я имею в виду, не менее интересным в перспективе, чем OG и Secret. У нас вот, да, турнирная сетка... Ну, история тянется, история тянется. Я вот разговаривал с флайем, я говорю, Флай, расскажи, пожалуйста, просто вопрос такой, ну, как бы назрел. Я не там спрашиваю, что случилось, но... Теншн пропал между вами, уже все отпустили. Он говорит, я на эту тему говорить пока что все еще не готов. Смотри, как у нас классно получается, что вот краски полуфиналы, это, опять же, Восток. Восток против Востока и Запад против Запада. Ну да, там Восток будет, у тебя просто будет финал Венеров, это будет, как раз, китайский коллектив против одного из западных коллективов. Это вот то, что нужно на Инте. Да, ну и, конечно, дальше нас ждут сегодня матчи Virtus.pro против RNG и TNC против Liquid. Матчи, в которых есть два гранда и две команды, которые всегда где-то находятся в середине, ну, TNC всегда, RNG с недавних пор. И в перспективе нас может ждать следующий раунд в лице Virtus.pro против Liquid. И это тоже ведь для VP флэшбеки нереальные. То есть ты играешь, проигрываешь в первом раунде LGD, идешь по сетке лозеров, первый соперник нормальный, проходной, дальше Liquid. Обычно на этом турнир для VP заканчивался. Ну, видишь, небезупречный Liquid. Даже мне кажется, что по такой игре, что мы видели, скорее даже TNC тут будет сильнее, чем Liquid. Вот есть такое ощущение какое-то внутреннее, что TNC, ну, вчера по матчу с Vichy. Если бы там с брудой получилось, может быть, даже было бы все хорошо. Я буквально вчера вечером говорил с VP. Я говорю, ребят, ну что, VP против Liquid, как в прошлом году. Они говорят, да ты знаешь, походу, даже если мы выиграем, они в себе очень уверенные ребята сейчас, после такого поражения от LGD вчера, все равно, говорит, возможно, будем-то не против Liquid играть, а против TNC. Но, друзья, сейчас будут играть Ньюби против OG. И на этом мы будем передавать слово нашим драфтологам, Обасу и Габулаку. Джентльмены, вы такие красивые, забирайте. Забираем. Ну что, Артур? Игрого вообще без идей, абсолютно. Ну, же Даймон, на самом деле, по драфтам. Я такое уже, эту серию я уже видел. И для меня тут особой даже интриги не было, потому что я видел, как это плюс-минус должно контриться. Вот то, что делали OG. Это контриться как раз-таки через раннюю агрессию. Когда ты прессуешь этого виспа на линии, когда ты другие линии тоже можешь как-то прессануть, когда ты рано идешь на товара, возможно, с какими-то пушащими героями, с товар-демеджем, и ты прям играешь первым номером. И когда у тебя к моменту появления Аганима на виспе задел тысяч восемь или больше, и даже это тебе ничего не гарантирует, потому что я видел, как они в такой позиции OG выигрывали. А когда ты вот так вот со своим визажом на фп, ага, ага, сейчас у нас тут жадная четверка, мы сейчас тут расфармим визажа, там прокачаемся, а потом брестлбэк. О, и та нету. По математике, у которого эффективное хп там, я не знаю сколько, но очень-очень много, потому что там резист мы считали под... Ну да, так там в этом и суть. Он когда поворачивается спиной, когда висп к нему тезерит, включает оверчардж, там процентов 90 резист, что-то такое, и мы видели, как это здорово работает. Очень зрелищно, конечно, особенно с места проведения, такое наблюдать, когда просто всю вражескую команду под фонтаном фражат и ничего тут не поделаешь. Решили Ньюби не банить энчантрас, потому что был у них херст пик, и сразу же эту энчантрас забирают. Посмотрим, будут ли брать Магнуса OG, потому что висп уже в бане, и возможно стоит другую свою стратегию разыграть. Мне понравилось, когда ты сказал, что против виспа нужно там 8000 оторваться, при том, что он с титаном приходит. И эту линию выиграть очень тяжело. Еще и двойной хилл за счет виспа, получается, титан крайне сильный герой. Уже не двойной? Давно. Ну, да, да. Вначале все-таки у тебя дизер не за макшены тебе дается, и вначале там подхилл очень слабый, если ты говоришь про хилл через кизер. Ну, там где-то 70-90, а суть есть 150. Но суть в том, что да, линия не слабая, понятное дело. Тут не обязательно даже, там может быть, линию с виспом прессануть вот именно на первых вебалах. Там нужно, чтобы вражеский, чтобы вот кор как раз-таки твой, первой позиции тэпнулся туда под ультимативную свою способность. Там какой-то условный джиггернаут, я не знаю, или может быть там Свен какой-то, или кто-нибудь вот такой активный прибежал, или Гира. Ну, Гира в бане там был в первой стадии, как и здесь. Но там нужно вот ранее такие перемещения делать, чтобы как-то вот это дело контрить. Если ты отпускаешь и спускаешь это все, вот будь как оно будет, то с момента гонима у тебя игра очень-очень быстро переворачивается, и ты уже вообще не знаешь, куда деваться. Джиггернаут, про которого ты что заговорил, появляется для OG под Магнуса. Ну, это герой против анчи, чтобы скрутилки, если что, ее стирать, очевидно. Да, чтобы можно было на линии стоять. Не то, что стирать ее не будешь, скорее всего, но, по крайней мере, ты там будешь сам крипов раскручивать, под Хеленвардом стоять, и более-менее набирать какой-то ранний фарм, а потом уже разгоняться по Нетворцу именно за счет Эмпауэра. Ну, кстати, это тоже не обязательно в Джиггернаута брать так странно. То есть можно брать героя, в принципе, которые против анчи будут стоять один в один. Такие герои есть, которые будут ее просто переживать, кушать на нее крипов. Ну, понятно, получать, но за счет региона стоит. Ты имеешь в виду третьей позиции? Ну, да, да, да. То есть многие команды показывают, что против анчи можно поставить соло героя. Можно, можно. Но это тоже, во-первых, не всегда эффективно. То есть они-то показывают, что герой может простоять, но анчи она так-то и в мидгейме сейчас весьма неслабая такая, да, и ближе к вейту тоже потенциал имеет. Если она драку находит, это важно. На этом герою тяжело найти драку, если команда играет правильно, а у Джи уже Магнус, Жиггернаута, то есть герои, которыми, в принципе, линии можно распалить и не пустить его просто к пушкам. И тут еще фишка в чем? У Джи, я не думаю, что будут играть с Магнусом четвертой позиции. Я думаю, что это будет именно Магнус для Сева, который открыт на ферст пик. Магнус против анчи, и ты явно не хочешь вейнить Магнуса, и таким образом, почему бы Кора и не открыть? Алхимика по-прежнему. У Ньюби, кстати, знаешь, что интересно? У них сейчас получается довольно много диспеллов, что, в принципе, интересно против Магнуса плюс один, то есть, вероятно, задумывались о таком раздрафте Ньюби. Да, я, если честно, не уверен. Мне кажется, это просто по таких сверхметовых пиках. Это энчает СД, если посмотреть, то оба героя у нас в топ-10 находятся сейчас по пикрейту. Да, но сами по себе они не особо стакаются. Я бы не хотел против любого драфта условно открывать. Так они не будут взаимодействовать на ранней стадии. Я думаю, ничего будет сложно, СД будет в легкой. Я думаю, тут СД пятерочка, по ТНЧ четверочка какая-то доберется активная со станом, потому что, очевидно, тебе нужно вот этот недостаток дисейблов компенсировать в первую очередь, когда ты с Enchantress играешь. И дальше ты уже будешь коров каких-то там добирать, и все нормально будет. Лешрак, скорее всего, для Ньюби должен появляться, потому что это как раз герой под стан Шабов Демону, герой, который будет объекты с этой НЧ сносить. Ну, Лешрак хороший, я соглашусь. Лешрак здесь, пожалуй, лучший пик для Ньюби, именно для CCC, чтобы он пошел спейсить, потому что... Лина тоже может появиться здесь для CCC вполне, как мне кажется. Да, да, да. Лина против Джаггера, когда до Аганима добирается, она весьма неплохо работает. Мы вчера это наглядно видели, ну и до этого, собственно. С другой стороны, постройки хочется сносить. Вот я на НЧ сколько играл, всегда была большая проблема в том, чтобы найти драку именно за счет того, что стоят вот эти ранние вышки. После того, как забрали возможность переманивать катапульты, действительно тебе тяжело. Тренд появляется у нас на третий пик. Ты знаешь, вот ОДЖИ, если вспомнить историю прошлого Инта, у них драфты все были вот именно по математике продуманы очень здорово, что там колоссальное эффективное ХП было на персонажах. В прошлом году это была Спектра, которая вот обузилась повсеместно этой командой. Здесь ты смотришь, это или Висп, или вот эти вот раздрафты через Трента, Хилвар Джаггернаута, там Бристлбэк, может быть, какой-то. Вот и ты не понимаешь, сколько тебе вообще надо урона влить. И, как правило, ты на Клан Варах не играл против такого, да, потому что кроме ОДЖИ таким никто не играет. И тебе на глаз очень трудно рассчитать. То есть, Дота-то она как работает? Ты вот играючи, ты чувствуешь момент, что ты можешь напасть, потому что ты уже в таких ситуациях бывал множество раз. И ты знаешь, вот здесь мне урона хватит. А вот именно против ОДЖИ очень часто я вижу ситуацию, когда команда вражеская нападает, и там даже близко не хватает, потому что просто нет опыта даже игры. Вот он тот самый шейкер на четверке, который будет компенсировать недостаток дизейбла. Ну, он еще классный тем, что ОДЖИ они все-таки три миличника открыли. Вот, это важно. Вот, потом появляется этот шейкер. А еще есть классный ОДЖИ, получается, все герои, которых они берут, они также очень хорошо в итоге игру могут замедлять. То есть, они могут добраться до вот этой вот кондиции неубиваемости за счет того, что Тринд это будет с Метеоритом где-то скипать. Магнус где-то будет в Метеорите. Я не уверен, я все-таки по-прежнему думаю, что это будет тренд для Джеракс и, соответственно, Магнус для Себа, и поэтому у Тринда там есть Метеорите появится. Но там он очень-очень поздний будет, если появится. Я просто помню, Джеракс на линии очень много играл, и, соответственно, тоже занимался вот этим скипом, вейвом и прочее. И тут вполне Джаггернау тоже. Пока что нету героя, который может ему сбить крутилку. Если он нажимает крутилку, то по-аут. Это есть такое. Я думаю, кстати, вот здесь напрашивается прям какой-то инвокер или Манки Кинг для Топсона из его пула, чтобы бегать и сплитпушить, и чтобы была возможность, если что, здание защищать через Ливен Армор. А, инвокера не будет. Инвокер вот еще в первой стадии отлетел. Но Погна здесь она неплоха против Энчи, конечно, как и Тинкер. Мне не нравится. Но с другой стороны, Погна здесь мне тоже совершенно не нравится, потому что здесь незачем ее брать. Вот. Что касается Манки Кинга, не знаю. Манки Кинг для Топсона, мне кажется, тут хорош. Вот. Эмбер Спирит. Я бы сказал, что не могу взять Эмбер Спирит, но все-таки два пружа меня вот эти пугают очень сильно. Инчай и Шадоу Демо. Топсон на МК показывал, что он может, если что, из третьего в лес уйти и там свое вынести. Манки Кинг тоже страдает все-таки от этих диспелований. Все-таки с нее снимают Джингу Мастери. Да, ничего страшного. Там суть именно в тимфайте и в арене. Тут если вот эти два героя, Магнус и Трент, будут справляться с задачей именно держать героев на месте, то ты, конечно, можешь там снимать. Грим пока что появляется. Ну и да, вот Магнус Корр вполне ожидаемо и пятерка Грим с Джаггером на линию. Хорошая очень. Герой, опять же, который линию опушивает с дистанции, что очень важно, замедляет игру. То есть потенциал имеет. Драфты OG сегодня это просто заглядение. Вот все продумано. Ты понимаешь, что ты не можешь против этой команды скорее всего закончить рано, при том, что по-хорошему против драфтов OG тебе надо так-то как-то давить этот коллектив. И ты понимаешь, что вот в лейте прям неимоверно сильны. Ну, опять же, сейчас должен какой-то Лишрак или Эмберспирит появляться, наверное, для Ньюби. Мне кажется, хороший герой. Заодно эти два героя еще и Ливингармор могут забивать, если понадобится. Ну, после появления Тринта, пожалуй, да, Лишрак даже поинтереснее смотрится. Вот, либо, либо, либо думаешь, возможно, Ньюби стоит подождать и Мидера взять попозже. Эмбор. Эмберспирит. Но мне все еще, даже с Эмберспиритом мне все еще нравится Лишрак, кстати. Эмча довольно сильно компенсирует урон, а Лишрак все-таки герой, потому что Эмберспирит, он постройки вообще никак не убивает. Нужен герой, который будет убивать постройки. Это да, товар демедж, это, конечно, здорово, но у тебя тогда такого физического кора нет. Это тоже не очень хорошо, как правило. То есть, вот, именно здание ты убиваешь, но если ты хочешь банально пойти на какого-то Рошана, да, то со своим Лишраком Эмберспиритом Эмчой у тебя вечность пройдет, пока ты там его заковыряешь. А это тоже очень-очень важно, иметь какой-то баланс в этом направлении, потому что... То есть, ты все-таки считаешь, что с OG нужно бодаться там минут за 30 плюс? Хотя Ньюби, знаешь, я много драфтов их смотрел, и они, в принципе, играли без этой и особо не парились. У них вот 3-4 драфтов, у них не было героя, который все-таки заканчивает, и игры тянулись минут по 70-80. Это я понимаю. Для меня просто Лишрак это не герой, который прям на быструю игру рассчитан. То есть, да, это герой, который там может за макшенным диаболиком быстро Т1 товара поснимать, но вот из того, что я видел в мете в последнее время Лишрак это герой, который, наоборот, любит расфармиться, который любит набрать там 1015 хотя бы по минимуму, чтобы уже очень комфортно себя чувствовать, чтобы идти именно вперед, чтобы ломать там здание. И хайграунд, он обычно штурмует там на 25-м эффективно, когда у тебя уже талант есть на диаболике, когда ты подходишь, подрубаешь, вышки нету. Лайстиллер, кстати, хороший бан, это мне очень неприятно на Магнуса точно всегда против Сларка играть. Сларк, это не Лайстиллер. Это вот Сларка я предлагал как раз-таки взять на первой, да, вот когда они уже взяли Лайстиллера, я сказал, что мне хотелось бы Сларка увидеть. Ну, это в первой игре. Да, тут Драсс, конечно, немножко другой, но там, мне кажется, тоже вполне мог бы зайти и получше явно, чем вот этот Лайстиллер, потому что для меня Лайстиллера не было видно. Мы там говорили, что да, там есть, конечно, пассив, какая-то закономерность прослеживается, но единогласно сказали, что по драфту там очень-очень все печально будет для Ньюби. Так, ну ладно, герой, который выиграет игру, ну и вот все-таки физический корр появляется для Ньюби. Ну, я не знаю, Артур, тут Тринт, Магнус. Очень плохая игра для Свена, я соглашусь с тобой. Я просто говорил, что нужен кто-то, на мой взгляд, такой. Свен, мне кажется, далеко здесь не идеален. Хотя, если так посмотреть, ну а кто тут остался, да? ВК примерно то же самое ожидает. Вейв Стиллер тут, ну, вот тоже не нравится. Он вряд ли тут смог бы как-то что-то. Свен, с расчетом на то, что он хотя бы сможет взрывать вот своим очень быстрым бёрстом. Ну и вот он, Манки Ким. Это он. Я, если честно, думаю, что они даже на четвертый возьмут, опасаясь, что могут подбанить им этого персонажа. Ну, ты знаешь, знаешь, почему они взяли так? Они подождали, что враг взял мидера, он взял Берриспирита, и они потому, собственно, закрыли. Здесь после Эмбера прям еще лучше этот герой смотрелся, безусловно, потому что тут ты еще и лейнинг выигрываешь, и тебе не придется в лес там на ранней минуте уходить. Тут и Берриспириту придется. Вот именно в плане макро мне и до этого Манки Ким казался прям шикарным выбором. Да, да. Ну, и я могу сказать, что вот вторую карту подряд по окончанию драфта я с трудом могу представить, как вообще Ньюби могут в этой игре что-то противопоставить, потому что мне кажется, что две игры подряд вот такой сильный аутдрафт против Эспа должны были, на мой взгляд, подготовиться, потому что не раз продемонстрировали вот эту мощь в групповом этапе. И у нас интервью с Соксом. Ну что же, как тебе этот драфт? Какие предчувствия перед этим матчем? Опять же, я очень уверен в своем пике. Ты слышал своих ребят, когда они говорили во время матча. Как тебе вообще атмосфера и ощущения? Да, это приятно наблюдать, как они взаимодействуют. Это здорово. Это просто здорово. Ну и какие у тебя впечатления после первой игры? Ну, Ио, крут. Ну что же, спасибо, удачи и всего хорошего. Опа, снова мы. Всем еще раз привет. Вторая карта Ньюби Оу-Джи. После первой карты я даже не знаю, что вообще можно ожидать от этого матча, что будет на второй карте, потому что Ньюби такая команда, вроде как все делает правильно. Академичная Дот, но при этом даже этого не хватает против Оу-Джи. Так и есть. И еще этот Манки Кинг на ласпик, который заехал для Оу-Джи, это сигнатурный персонаж Тобсона. В принципе, не трудно было догадаться, что именно он появится. Во-первых, нужен какой-то милишник под Магнуса. Кто-то мог помимо Джиггернаута, да? Вот. И это отличная контра для Эмбер Спирита. И Ньюби вынуждены сейчас этого Эмбер Спирита прятать. Посмотрим, кто у них в итоге пойдет в центр. Евар идет пока на легкую линию. Получается, что Шейкер на миде будет, может, хотя нет. МСС на Шейкере играет. МСС играет на Шейкере. То есть, получается, если Эмбер не пойдет на мид, то там должен быть либо Снэкер... Энчантера с мид. Нет, на самом деле Эмбер может отстоять хорошо матча против Манки Кинга. С какой-то минимальной помощью возможно даже выиграть, если там Шейкер будет помогать. Так что посмотрим. По касте Сиенс Ю у нас имеет два танка. То есть, это герой, который пойдет на центр. Видели мужа Манки Кинга от команды OG. По-моему, было это в одном из матчей Вичи Гейминг, который, в общем-то, ничего не решал, поэтому можно было экспериментировать. Даже, по-моему, в этом матче и Агани покупался на Манки Кинге, который появляется достаточно редко. В общем, как и этот герой, мы его видим не особо-то и часто. А, это же еще вот этот новый, крутой то ли сет, то ли имморталка на Манки Кинга самая-самая редкая. Одна из последних, по-моему, сундуков с автографами. У меня, к сожалению, нет компьютера здесь, чтобы посмотреть, чтобы купить, раскрыть. Глянуть. 2-2 по рунам. В итоге Эмбер на центр. Да, тут ничего решили не выдумывать. Но, слушай, это очень интересная линия. Посмотреть, насколько Добсом здесь сможет задоминировать. На мой взгляд, это скилловый матчап. То есть, игрок, который лучше здесь выступает, тот и должен победить. Ну, может быть, Манки Кинг немножко помощнее. Может быть. Но CCNC тоже должен достойно отстоять на центре. Он на первом уровне флеймгард качал. И мы видим, как Топсон грамотно проблочил пачку, вынужден CCNC так как бы подрубать флеймгард и уничтожать этого рейнджового крипа. Очень, кстати, круто, что он не получил 4 стака от Джингу Мастера, но сейчас вот он получает. Тяжело, тяжело. В любом случае, тебе придется их получать. Ты в контактном бою идешь и постоянно пытаешься добивать крипов. Тут много ресурсов нужно. Постоянно себе таскать фласки, танго, чтобы Топсон тебе просто не отзонивал от крипов. Вот уже второй уровень у CCNC. Он там фестами помаленечку спамит. Линия снэкинг против Ана, энчантрас против Джаггернаута. Энчантрас, по идее, должна чувствовать себя здесь очень-очень комфортно, много фармить. Но мы знаем, что такой герой, как Энчантрас, если не сможет вот именно уничтожить свою линию, то потом драку найти этому герою трудно. Ты хочешь им все-таки как-то на доминации персонажей убивать, а если ты не спушил вышку, не уничтожил вражеского керри, не выгнал его в лес, да, там, грубо говоря, то это сделать трудно. Палка пошла от Топсона уже три заряда Джингу Мастери на Эмбер Спирити. Ну и Топсон, соответственно, спокойненько здесь крипчиков добивает. Вообще блестящий ласхит по Таворам он добил, по-моему, вообще все. Вот этого раньше крепости счет палки также смог добить. Пока прям идеально. Так, Себастьян у нас играет все-таки на Магнусе. Вот я сейчас посмотрел на экран на арене, там, где мониторы игроков стоят. Видно то, что он там играет на Магнусе. То есть на тринте у нас, получается, играет Джеракс. Достаточно мощная линия, получается. Да, спасибо. Спасибо большое, но уже все выяснили. Джеракс, тренд протектор вместе с Себастьяном, который играет на Магнусе, тоже должны, мне кажется, хорошо отстоять линию. Тут очень много деревьев вырубили, обратили в центре. На центр, Топсон нажимает палку, немножко восстанавливает здоровье. Какой бодиплок хороший. И фиссура идеальная. Ну, тут непонятно, как пройти, пытается Топсон отъедаться, уходит, СССР дальше, фистов нет, и Топсон выживает, хотя фисты должны бояться. СССР грамотно развернулся, вернулся назад, понимая, что фистами можно дотянуться, и Топсон не успел убежать. ФБ для СССР. Минимальная помощь, и в принципе, этого Манки Кинга можно здесь несколько раз увидеть. Ну, тут такая максимальная помощь, скорее, потому что лучше придумать ганг от Шейкера просто было невозможно, если не с Топом с фиссурой. Товарс там по двоим. Джеракс бежать, нажимает стики, поизон два заряда, этого не хватит. И Джеракс будет жить. Третий полетел мимо. Шейкер, приходит бот, будет у него фиссура, но он не торопится ее тратить, потому что у Себастиана есть кивер, он, если что, просто переедет эту фиссуру. Джераксу немножко трудно здесь. Деревья все повырубали, игроки Ньюби, и он может только в правой части леса играть, а Инвиз использовать в таком случае нецелесообразно. Ну, то есть, ты просто не можешь ударить, поэтому на третьем, наверное, надо будет семечку вкачать. И вот она соль от Топсона уже. Ответ. Это может продолжаться на самом-то деле бесконечно, пока Эмбера как минимум не будет уровня 6, Monkey King будет диздоминировать, Эмбер в какой-то момент придет смущаться, фармить аккуратненько лес и возвращаться на линию уже под свой тавер. Ну да, вот Топсон, конечно, Феррозблата отдал, но из-за того, что Эмбер Спирит потерял много ресурсов на этом фраге, вынужден был умереть. Но снова ганг. Рядом находится Шейкер. Топсон воюет. Два стака. Пошел третий стак, есть четвертый. Заходит фиссура. А, фиссура не самая удачная. Отъедается палкой. Можно попытаться убить МСС. Непонятно, куда уходить. Слишком большой рендж атаки. Топсон делает первое убийство. Идет дальше за СССР. Два стака. И Топсон против двух героев умудряется делать фраг. Особо не потерять ресурсы. И дальше стоит на линии. А это очень плохо. Вот это уже плохо, когда два героя выходят. Ты его не убиваешь. Это Ломарки Кинга. Явар пытается уйти. И живет. Несмотря на то, что нет стиков. Хотя Себастин развернулся. Сюда приходит МСС. Можно попытаться убить либо Себастин, либо Джерекса. Ты видишь, да, вот эти аватарки OG-флаги их? Да, это жесть. Нападает на Enchantress. У Enchantress небольшие трудности. Blade Fury через 3 секунды. Снейкинг рискует умереть здесь. Но она не хочет давить, не хочет терять ресурсы. Магнус умирает в боте от Яда Шидоу Демона, судя по всему. Там стан зашел от Явара, понятно. МСС дал очень много контроля. Снова соль от Топсона. Минщик используется Топсон. Живет на 80 хп. Да, хоть матчап более-менее играбельный для Эмбер Спирита, но стоит немножко ошибиться, и Манки Кинг получает слишком много. Уже не можешь с ней тягаться. Уже очень сложно тягаться. Поэтому приходится Эмберу сейчас отходить в лесочек, там что-то подфармливать, может быть, получить 6 уровень и где-то ганги уже начинать потихоньку оформлять. Вот самая простая линия, где можно гангать, это бот. В Топе Enchantress помощь не требуется. Тут она и так без ресурсов особо стоит. Но Снейкинг его выгнать не может, а она фармит все равно. 25 кремов у него. Хороший результат. Пятая минута, баунти руны, CCNC, пятый левел против шестого Топсона. Топсон начинает давить. Фисты, палка, но Топсон не стал ее использовать. Не уверен, возможно, что походят. Может быть, снова ганг. Топсон не так много здоровья. Да, он палку даст, но надо быть очень аккуратным. Стоит УМС, а то Топс вард. Сюда подходит и Кримстроук. Топсон очень агрессивно действует. Это может быть опасно. Палка. Еще один удар. Есть Disruption, есть Allcatcher, CCNC рядом. Но как тут нападать боятся. Ньюбер, несмотря на то, что они здесь втроем, залетает Фиссура. Топсона закрыли, но это его не беспокоит. 7 секунд можно хотя бы убить Нотейла, попытаться Нотейл. В итоге умирает Топсон. Неужели он попытается еще что-то сделать? Хочет добить Пайлайдая, но он очень сильно рискует сейчас. Пьет в ласточку, восстанавливает здоровье. Так, а Джеракс бежит как раз за Еваром. Хачал все-таки у нас игрок позиции 4, инвиз в двойку. Ему чуть проще будет бегать по карте, но вот в боте, если деревья снова вырубят, то инвиз в двойку не так хорош в итоге получится. Ну, стадия лайнинга потихоньку начинает подходить к концу, так что, наверное, ничего страшного. МСС контролит поварап, в итоге он спамнится в топе, его подбирает шедо-демон, восстанавливает ресурсы, а СССР из катапульки начинает потихонечку долбить вышку в центре. Ну что, левела равные? Да, у Манки Кинга на 600 золота больше, но Эмбер способен довольно жестко гангать. Это такой универсальный персонаж, очень сильный, очень хороший контроля у OG. Ну, вообще он есть, это тренд протектор, пожалуй, и вот сайланс Гримстроука. В РП, конечно, на Эмбер Спирите ты не должен попадать по-хорошему. Ивар просто делает телепортаж, а Пай Лайдай приходит? А почему он не отменил? Непонятно, что теперь делать дальше здесь Пай Лайдай, никто ему больше не поможет, есть Шок Вейв, ну и Анна должен добивать. Блотфюри через секунду нажимает его, чтобы фраг сделал чуть поскорее, чем это происходит, и Пай Лайдай в таверну, плюс к этому OG, конечно, могут пытаться забрать их башню, катапульты остаются, можно с собой потанковать. Топсон за CCNC, залетает палка, есть плевок Гримстроука, пока работает с Лейнгвард, еще один удар, приходит с Вен, очень вовремя, он сюда приходит, можно контратаковать, Топсон пытается отсюда убежать, драться пока не получится, рядом с CCNC, должны быть кисты, CCNC, как близко, 26 кп осталось, полетел Эмбер, крайний риск, но он просто Фаримнант оставляет и улетает на базу, драки здесь больше не будет. Да, Топсон просто вернется на шерань, скорее всего, установит ресурсы и обратно придет на линию три корпы персонажа команды OG, в топе в данный момент по Нетворцу, Снэйкинг вместе с катапульты, конечно же, сломает сейчас топ, но свою вышку в боте Ньюби уже потеряли. Давай посмотрим, возможно, атаковать сейчас будут Снэйкинг, Слушай, а может и не сломает, тут есть арморчик уже OG, 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 Снэйкинг, Снэйкинг пытается здесь драться, понятное дело, что два саппорта пока справятся с одной энчандрс не могут, Нутейл, им двойной петон, что очень больно было, сюда подходит Шейкер, можно фут Нутейла здесь закрывать. Денай не получился, потому что Шейкер дал прекрасную фиссуру. И Нутейл погибает при этом. Ну, слушай, великолепно получилось здесь Ньюби. Вот я не совсем понял, что произошло, попал ли фиссурой Шейкер по Джераксу, и тот в итоге был застанен, не смог ударить вышку, не смог ее заденать, ну, получилось действительно неплохо, хороший такой микроотрезок для команды Ньюби. Забрали вышку, сделали фраг, немножечко подавили в топе, у Свена сейчас будет возможность качать треугольник, не опасаясь, что там стердин вышки на него будут постоянно выходить, и Синси пытается продамажить Себастиана. Там есть РП, надо Синси быть в такие моменты несколько поаккуратнее. Ну, он увидит замах, уйдет, а, Ремнант, Ремнант у него есть. Ну, тогда окей. Ну, если он увидит замах, он просто уйдет. Неважно, будет это фейк замах или настоящий, он просто уйдет на Ремнант, не должен он в РП попасть. Пока Магнус не купит деггер, мне кажется, Эмбер не должен особо бояться этих РПшек, если будет играть грамотно. Вот Ultimate Run Protector это да. То есть там руты, ты не можешь от них никак избавиться, у тебя ни Юла, ни Манты нет, и поначалу это очень, конечно, сильно решает. Снекинг продолжает давить. Хотят оказать Снекинга, он слишком далеко заходит. Массовые два телепорта, но Тейл Тобсон здесь, Снекинг, Светлячки, выиграть немножко времени должен быть Инксвелл, Тобсон, ой, ну тут, конечно, бить бесполезно. Еще один плевок, там третья пассивка, очень тяжело драться, Инксвелл, еще удар, но нет, не в этот раз. Балансный герой. С одним физуроном здесь ничего не придумаешь. Какой-то Джиггернаут, наверное, мог бы с Блэдфюри сыграть. Все по-прежнему на центре. Снк продолжает гонять и продолжает байтить на потенциальный РП, но и мид потихоньку падает. Дождаться по катапульту на 10-й минуте, чтобы мид спушить в конце концов. OG сейчас будут под Эмпауэром фармить. Их, в принципе, ситуация вполне устраивает. То, что они ничего не могут сделать с Enchantress сейчас, не значит то, что Снэйкинг через 15-20 минут будет таким же неубиваемым и страшным. Пролетит к нему Джиггернаут с какой-нибудь Яшей молниями, даст он мне слэш и просто его порубят на маленькие кусочки. Пайлайдай выходит. У него должен быть даст или центри, поэтому тяжело бы что-то придумать. А тут физурка. И, видимо, этого хватит. Даже необязательно иметь какие-то дасты центри. Но Тейл. Ну, Си Си НС неплохо здесь на центре гоняет. Не может никто его наказать либо не хочет, но Тейл. На самом деле, может Си Си Попытаться убить. Есть физты, но Тейл. Должны быть физты вот-вот. Си Си Иси идет дальше, но Тейл должен догореть. Физты залетают. Этого хватило. И почти три сотни. 299 для Эмпера. Это соло-фраг. Очень много экспы, очень много золота для Си Си НС. Молодец, конечно. Парень очень... Ну, то есть, он оказывает давление. Он не дает игрокам OG действовать так, как им хочется. Хочешь получать экспу в миде, ты рискуешь умереть. Я побегу за вышку, включу флейфгард и просто тебя сожгу. Ана выходит в боте на Евара. У Евара, конечно, ситуация не такая плохая, но у Джаггернаута получше. У него 4400, плюс есть Эмпавер, который позволяет ему быстро достаточно фармить. У Свена, конечно, тоже есть что-то типа Джаггернаута — это пятая способность, можно сказать, а у Свена их 4. Но Свен должен купить мидас, наверное, в этой игре, чтобы не терять темп. РПшечку там байтит Сеп. Пытается заставить Си Си НС уйти. Дабл демэдж подрубается. О, Си Си НС. Здесь Тобсон. 9 уровень. РП пошло. Хватит ли урона? Смотрим. Три стака. Палка. Четвертый удар. Еще один удар. Идеально хватило. Идеально. Ну, классно сыграно. Эмбер не успел среагировать. И в итоге после РФ смогли задаймить палку. Праг на Эмбере. 6-5. И как раз вот тележка в мид подъезжает. И Снекинг блочит. Вот он старается как-то не отдать эту тележку. Но придется тут вышку танчить. Придется подрубать хил. Но Тейл видит, что происходит. Может быть, все-таки будет здесь какая-то защита. Вот вот Джи приходит к герою Дайр и пытается прогнать. прыжок от Тобсона. Тобсон ставится арена. Какая красивая арена. Но урона, конечно, не так много как красоты, скажем так, в этой способности в данный момент. Вышку сохранили. Не стояла задача убить кого-то. Важно было просто сохранить вышку, чтобы тренд протектор потом захиливал ее при помощи Ливенгармара. Ну что, Свен, похоже, Мидас уже приобрел себе. Вот как раз у него перчатка. Курьер летит там где-то в его сторону. Купит он Мидас. Будет фармить немножечко побыстрее. Ну, Ана там тоже держится. Держится молодцом. 5300 нетверс. Да, Мидас приезжает. Ивар продает крипа. Видит сейчас Ана. Ана. Дает мне слэш. Крипы. Вархай. Давай смотреть. Блэдфьюри, Ивар. Никуда не уйти. Ему надо было страйфануться в сторону крипов. Ана там все рассчитал здесь. Ну да, Сан немножко не туда пошел. А у него был телепорт вообще? Если был телепорт, он мог просто ТП нажать. Ну, телепорт был. Ну, я имею в виду в КД, не в КД. Ну, я вижу, что не в КД. Ну, хорошо, если ты видишь. Так, OG подходит поближе к центру. Вышка здесь полная. Скушать ее не представляется возможным. Джеракс хочет ударить Снэйкинга, но ему наплевать абсолютно на эту тычку. Больно, конечно, но у него есть хил, поэтому Снэйкинг одного тренд протектора тут, конечно же, не боится. Вообще никой мраза. Метеорит от Джеракса будет тоже очень популярный артефакт на таком персонаже, как тренд протектор. Ну, вообще, конечно, у трента тут довольно трудная игра должна быть против Эмбера. Эмбер это отличный герой вот как бы на артефактах против тренд протектора, когда он сможет как-то справляться с его ультимейтом, ну, или просто как-то не попадает. То есть он может вырубать деревья, может плеймгардом прожигать ливинг армор очень жестко и дамажить этого тренд протектора. Еще еще они фисты от CCNC. Вышка на центре уже целая. Она недавно была без половины здоровья, но он поработал немножко Джеракс и вынуждены не юбизаново эту вышку разрушать. Но они практически полным составом сюда подходят, поэтому если захотят, скорее всего, уже здесь не будут. Хотя все у них для драки есть. Есть РП, совсем скоро появится арена. Тут очень опасно драться, если честно. Они подходят сюда всем составом, если при этом они не спушат эту вышку, это будет фиаско, потому что джиггернаут в этот момент фармит. Нападают на Свена, Свен дает стан. Неужели он один справится с Джераксом? Есть ультимейт. Уходит в инвиз сейчас четвертая позиция команды OG, но потратил ультимейт в конце концов здесь Джеракс и овергроуза не будет довольно долго. Может быть, это как-то смогут использовать ньюби. Давид, снэйкинг один. Башню понятно, что это практически бесполезно. Спушить ее здесь не дадут. Топсон, прыжок. Есть фиссура. Сисинси еле живой отсюда уходит. РП от Ибастера ставится арена. Энчантрес привозит идеально к тиммейтам. Прямо за фиссура его перевозят и просто зажимают там в боте. Ана играет очень нагло. Сисинси пытается как-то задефать вышку. Ана там переключается на Эмберспирита, дает ему несколько ударов, прокует крит и Ана понимает, что здесь ему лучше не находиться и просто телепортируется на базу, кажется. Нет, нет, на шрайн. Будет фармить треугольник там как раз под Эмпауэром. Ему Магнус там дает баф. Очень много Джеракс играл времени на топе. Пытались его найти по минуту, но в итоге не смогли. Он сделал телепорт на базу и ушел. Ну и соответственно, когда Джеракс находился на топе, Сван не мог прийти там помочь на мид либо на бот, потому что в любой момент телепорт могли ему сбить. Пока игра идет таким образом, что OG в плюсе. То есть их полностью устраивает что происходит. У них фармят Джиггернаут, у них сигнатурные персонажи, Мангетинг тоже будет довольно опасным. CCNC попытается убить сейчас Себа, Ана. Ана тоже очень мало хп, великолепный чайный фисты. Ана успевает, отемный слэш, но на ремнанте уходит Эмбер Спирит и было близко, если честно. Но хотя бы OGDs оказались живыми и Ана не отправилась в таверну. Хотя бы так. Ну да, интересный момент. На Тоненького сыграли. Ана прикупил себе диффуз практически, ему там буквально 200 золота еще напармить и будет он выжигать ману вражеским героем. Не густо стаков для Ивара, не густо. Выходит на центр. Юби, хотят играть агрессивно, по Илайдай 8 уровень, можно попытаться убить Топсона, но Топсон запрыгнул на дерево и его убить уже не получится. Ну и конечно после убийства Нутейла очень хочется забрать Давар. Есть фисты, но Тейла убили. Посмотрим действия OGR. Раба нет. Есть ультимейт ренд протектор, ровный слэш, вот-вот так же должен появиться. И хотят уже защищаться. Они будут обороняться. Массовый телепорт, а подходит Аннатан, Блэйд Фьюри. ССС остается без маны. Очень неприятный момент, непонятно как двигаться по драке дальше. ССССР, ренд протектор, отличный ультимейт попадает по трое. Миссис Фисура от Шейкера. Хватит ли ее? СССР остается один против всех и его добивают. Здесь Тавр сохраняется. Как же Ньюби пытается забрать эту башню раз за разом, но пока только платят. Платят деньгами за это вот. Они даже не сколько деньгами, сколько временем платят и темпом. Анна вообще не отвлекается от фарма. То есть он приходит для того, чтобы помочь своей команде, но он помог сделать фраг, он задефил вышку, уйдет и будет качаться. Свен потерял ресурсов, Эмбер Скоррит вообще погиб. Сейчас еще и Майлайдай здесь заберу. Ситуация складывается неблагоприятная для него. Понятно, что до конца игры еще очень и очень далеко и такой герой, как Свен, может без... Так, палочка есть. Есть Блэйд, но там светлячки работают, поэтому бесполезно. Урона не хватит. Да, без омнислэш атакую энчантера сейчас убить не плохо. Хотя тут Себастьян, смотри, в невидимости. Он может дать РП, но не смогут, видимо, ОГ подойти под это РП, чтобы влить достаточное количество урона, поэтому Себастьян не торопится использовать свой ультимейт. Продолжает искать героев. Готов Джерак просто сбивать телепорт, хотя возможно и будет атак, а тут много героев смещается на сентре. что там нет Овергроуса и как только он Увергроус... Отлично! Явар классно сыграна, но непонятно опять же куда двигаться дальше. Палку потратили, можно... Нет, телепорт все равно ты не нажмешь. Стан, пытается Явар убежать. Овергроус скоро появится. Ну и хватит ли урона? Подходит сюда на Тейл, будет Сайланс и урона хватает. Явар погиб. Да, наверное, стоило рискнуть после того, как он срубил дерево, может как-то телепорт, она под иллюзиями нажимает Блэйфьюри, делает телепорт его... Слушай, это единственное правильное решение нажать телепорт. То есть я, по-моему, бежал, были ультимейт, нажал, его по последствии убили. Скорее всего, да. Вышка на центре по-прежнему отхиливается тренд протектором и никак ее забрать не получается. Мне очень тяжело в макро играть, когда террадин вышка на 18-й минуте до сих пор находится в целости и сохранности. Очень сложно куда-то выходить. Как там, кстати говоря, у Шейкера-то дела? 3200 Нетверс? Это не Блингдагер. Даже были искренне Блингдагеры. Еще больше тысячи нужно дофармить. Не получается нигде у МСС получить ассисты какие-то. Все время OG находятся в позиции защиты, а защищаться, как правило, легче. При прочих равных условиях, конечно. Если там у соперника нет перефарма, знаешь, там в 20 тысяч золота и там лвлов у них ни на 4, ни на 5 больше, то защищаться, конечно, проще. Поэтому у МСС довольно плохо идут дела с фармом. Качается Свен, качается Эмбер, Энчандрос что-то там тоже подфармливает. Совсем мало Энчандрос. Там, по-моему, Юл дофармливается какой-то, то есть предметы несерьезные. В какой-то момент Энчандрос уже не был такой сильный, как это мы видели там минут 5-7 назад, когда ее не могли убить. Да, драку найти не получается. Паледай использует Дизрапшн здесь на Себастьяна. Дает бурж, Себастьян. Летят импедусы, есть мека, Сеп. Фиссура хорошая. Она будет что-то еще нажимать. Похоже... Уана же, по-моему, телепорта нет. Он сюда подходит Гримстроук, то есть все очень неоднозначно. Нет, телепорт на него появляется в конце концов. Дивардится Сентрик, чтобы тут Тренд Протектор мог играть. CCNC на драмах врывается вперед, а она разворачивается. У него диффуз, неплохие чины. Тут же Ливинг Армор по Джиггернауту, Джиггернаут живет. А она четко знает, что есть Блэдфьюри, есть Линнер Мори. Рядом стоит Нутейл, поэтому можно не волноваться. Да. Нутейл дает ультимейт, Нутейл пытается уйти с драки, его не отпускают. Анатан, телепорт, подлез Юрий, непонятно, уходят. Но не хватает урона. Уходят. Импетусы были на близкой дистанции, поэтому не так много урона заходило, как могло бы. Может быть, стоило поражать драмочки и хватило бы там скорости атаки как-то влить, еще там, может, один Импетус дополнительный, пару тычек скинуть, но... Но в целом нормально, учитывая, что Свен в это время все фармит, ему никто не мешает, и Ньюби какие-то фраги делают. Нагло идут Ньюби прям под баунси. Здесь Тобсон спрыгивает, пытается пробить снекинга, но... Анташа непонятно, кто наглый, Тобсон очень классно закрыли, он тут арену может поставить, просто идеальный рп, и по троим, есть, Тобсон начинает резать! Одного, второго, и третьего! Ох, как это больно! СМС улетает, руна остается там, по-моему, снизу, никто его в итоге не подобрал, Свен также фармит, здесь телепортироваться смысла не было, слишком быстрая была драка, Тренд, кроме этого, покупает себе еще и Метеор. Ну, теперь в макро будет еще труднее играть, потому что Тренд просто сядет на какую-то линию, будет постоянно этим Метеоритом спамить, и... выйти куда-либо будет очень трудно, OG нагло идут забирать Рошана, неужели ничего не смогут с этим сделать и Ньюби? Прекрасная рп, да, здесь от Себастиана прямо под арену, хотя, знаешь, в какой-то момент казалось, что Тобсона просто загнали в угол этой фиссуры и должны на него здесь втроем навалиться и убить как-то по-быстрому. Рошан падает, это уже половина китпоинтов в Ньюби. Ну, не так быстро, как хотелось бы для команды OG, то есть OG не успевает, OG сейчас рискует. Манки Кинг покупает себя Ганим. Так, там врыв от Явара, Себастина, Скивери притаскивает МСС, МСС получает палку, МСС как же неудачно, точка он оказалась и пытается убежать из драки. Он не слэш пошел, там очень много героев про край, и Вар принимает на себя весь урон, плюс Кентавр, в итоге никто не погибает, а она раскручивается на Блэдфьюри, и все игроки команды Ньюби пытаются убежать, а Натан рискует, полетели импету, составит Хиллен Вар, неплохо полуар, дружит минус Хиллен Вар очень быстро, МСС должен погибнуть, Тобсон делает фраг на МСС, МСС с байбеком пока не выкупается, Сулпин, тот грима, все игроки УДЖ, вот без исключения, что тренд на позиции 4, что грим, который убирает позицию и при этом не погибает в драке, и Рошан остается для УДЖ, которого теперь они должны забирать. Да, и несмотря на то, что не было реверс-поляриси в этой драке, не было ультимейта Манки Кинга, все равно УДЖ смогли победить в этом локальном тимпайте, сбирают Рошана, это первый Рошан на 21 минуте 45 секунде, Тобсон достается Аегис, и у него есть Аганим, кстати, Аганим дает ему Неплохой такой ДПС на данной минуте. Бесты от Эмбер Спирита, подчистить линию надо. Как же тяжело здесь что Свену, что Эмберу за счет этого тренд протектора плюс наличия РП Магнуса. Тяжело тебе в драке, чувствуете тебе комфортно, несмотря на твой невероальный ДПС, тебя могут просто оставить на месте, и ты не будешь бить. Да, мы вчера прекрасно видели, что происходит со Свеном в лейте, когда есть персонажи, которые способны его останавливать. Сейчас, конечно, о матче Нави против Минески, где был Шеду Демон с Аганимом и 25 уровня, где он взял дополнительный заряд дизрапшен, Свен вообще ничего не смог сделать. Да, здесь ситуация, конечно, не настолько жесткая. Тут есть вот тренд протектор, есть РП, в которое можно постараться не попасть или как-то вот прыгнуть первым в Магнуса. Ну, Солбинт, это тоже штука такая, она не всегда хорошо работает. Нападает на Снекинг, Арена Топсона, Топсон начинает давать ДПС, Снекинг, светлячки работают, хилятся он. Топсон не постеснялся так нагло напасть, видимо, потому что у него есть Аегис и команда была где-то недалеко. Ну, тут разве что тренд протектор находится поблизости. Но на самом деле команда передвигается в смоке, Магнус уже с РП, Магнус купил себе Грифс и Шейкер, тем временем купил себе Блинк, тоже очень важный артефакт для возможного переворота и камбэка. Но нужно очень, очень хорошо ворваться и Свену, и Шейкеру, ну и Шедоу Демон, чтобы был на месте, и Инчатер с оптимальной дистанции стреляла. Да, если Ньюби нажмут хорошо свои кнопки, они должны выиграть Тимпайт. Но надо нажать их именно хорошо. Свен по КБ. Ну, покупили все, что можно. Фиссура просто великолепная. Что дальше есть из Рапшен? Топсон, Ележевой, врывается МСС, Ахаслэм, но это лишь Манки Кинг с Аегисом. Лишь Манки Кинг. Подожди, может быть, это не так плохо. Сейчас ОДЖИ, возможно, перегруппируются. ОДЖИ остались все кнопки. ОДЖИ могут спокойно драться. Выход на Снэйкинг, и Снэйкинг пытается убежать. Стан Асвен, обрывается Магнус, Магнус под Станом Асвен, РП дать пока не успевает, Ибастин добивает, НЧАДРС погибает, Магнус погибает, также МСС, Ележевой, Топсон пытается уйти из драки, Топсон нужно просто бежать. Явар под Блокенбаром, пытается бить с Топсона, и Блокенбар заканчивается, Анна, тут тоже все на Явара, Миши обломают, по-моему, это вообще дерево Маминдраки, Топсон пытается убежать, Топсон Ележевой, Топсона добить, Висты добили, наконец-то, Минус Манки Кинг, сбивают мощный стрик, сбивают и Джерекса, Си Син Син начинает клепать фраги, остается здесь Джиггернаут, рядом НТЛ. Сейчас появятся очень мощные иллюзии Джиггернаута, их обязательно нужно проконтролить, снять импавер на Анна, позволяет эти иллюзии быстро разбить, вот там первый момент, когда был скастован Дизрапшн, появились жесткие иллюзии, Анна скастовал Блэйд Фьюри, и Палайдай немножечко не доконтролил, немножечко не доконтролил, вот эти вот мощные иллюзии, он мог бы ими там попытаться больше урона нанести, но в конце концов отбились, Ньюби в конце концов отбились, против Аегиса, который был на руках у Топсона, сохранили все-таки линию, да, не помню, Т3 потеряли, Т3 они, по-моему, потеряли, судя по мини-карте, не очень приятно, но линия стоит, все-таки у Шейкера появился блинг, и можно сейчас попытаться свою игру навязать сопернику, за счет этих артефактов, 25-ая минута, баунти руны, иллюзии спавнятся в боте, туда подходит Сев, дает шок вейв, и на него нападать Ньюби пока не хотят, они там не особо что-то видят, CCNC играет нагло, хочет Родиан с себе, то есть не какую-то там Шиву, чтобы выживать, там ЕУльчик, БКБшку, ничто это CCNC приобретать не знаю, Евар получает дэмэдж, телепорт у него нет, Ана без Омнислэша пока что, разворачивается, Ману ему выжигают, слушай, какой же жесткий джиггернаут здесь, неужели он его... Ну там команда все бежит, поэтому Ана может себе позволить играть настолько нагло, вырывается Тобсон, Свен поджимает Блокенбар, непонятно спасет ли это Евар, да, останавливает, атаку Оу-Джи, отпускает Свен, остается он без Блокенбара, появляется небольшое окно Оу-Джи, могут поиграть, пока БКБ у Свена нет, три флага в одном месте, четыре флага в одном месте, идеально, как же Оу-Джи рофлит над своим соперником? Рофлит и над турниром в целом, интернешнл играет настолько расслабленно, получает удовольствие от игры. Давайте посмотрим, что было снизу, буквально минуту ранее. Вот как раз этот вот момент, кажется, да, сейчас Блэйд Фьюри, или это не тот был Дизрапшн, в итоге, да, это был не тот Дизрапшн, все-таки второй был использован, по Илайдайм там. Повтор драки, Снекинг достаточно быстро погиб, вот что обидно. Но Стан от Свена, видишь, как вовремя залетел, он помог избежать РП от Магнуса, так бы все могло бы чуть по-другому. Так, тут атака на атаку, залетает Фиссура, есть стан, выкупает, минус тренд, выкупает тренд Грабьена, Тобсон ставит арену, но арена никого не контролирует, нет героев. И сейчас надо на контр-инициации драться ребятам из Ньюбия, немного с кемом забрать. Дезолятор прилетает прямо в драки для Тобсона, претела РП, минус дерево, минус дерево, РП сразу же от Магнуса, там бьет, бьет аганимный вот этот Тобсон со своими макаками, минус Шэдоу Диэмон, яхослоем от Шейкера, вроде как и плохо, начинает сван резать, но урона маловато, урона не хватает, чтобы убить здесь кого-то. Анатон делает еще один фраг, не хватило здесь Явара какого-то доедался, либо что-то подобное, для того, чтобы делать тут минус все. Ну и в итоге массовый бэбэк от команды Ньюби Анатон, погоним дальше за Пайлайдайем, Пайлайдай некуда деваться, дизрапшн, трипл килла Тобсона погибает, убивает параллельно МСС, а Пайлайдай отсюда также не уходит. Много героев после выкупов, и сейчас может упасть очень много строений. Напоминаю, снизу Т3 уже нет, Себастьян против ССС, выходит Джерак, Стопсон рядом, еще несколько ударов, и Эмбер только чудо спасет. Висты, Скивер, минус Себастьян. Смотрим дальше. Диффуз есть, но там, кажется, есть ремнон, то Эмбер теперь... О, он куда-то улетает, не в ту точку, или в ту. Пока непонятно. Пока в ту. Главное, что не умер. Неважно, в какую точку он улетел, главное, что он не погиб, потому что, если бы он погиб, скорее всего, OG забрали бы линию в центре. А так тут уже Enchantress вроде как подспавнилась. Та драка была, в принципе, неплохая для Ньюби. Просто OG слишком хорошо кнопки нажали. Слишком хорошо использовали свои способности. И вот этот вот Тренд, который выжил там на лоу ХП, отошел, в конце концов, смог дать и удары за невидимости, и семечку кинуть, подкилить немножечко своих тиммейтов. Надо собраться. Надо собраться Ньюби, они рискуют проиграть эту серию с счетом 2-0. Да, это верхняя сетка, но побороться все-таки можно здесь еще. А, да. У меня слэша нет. Но скорость атаки уже неплохая у его джиггернаута. То есть даже intouchable пробивает понемножечку. Ну, снова правильное решение. Телепорт. Там было очень много героев противника. Тренд покупает типа Blink. Теперь прям совсем будет непросто драки, если Тренд будет особенно ожидать момент вот этот фрив Свена. Ну, на мой взгляд, Сетинси правильно поступил, что Иул купил, в конце концов. Он там сначала хотел Радик приобрести, как было видно, но Иулчик тут ему... Ну, фактически он спас его вот в последнем моменте, осталось бы, была проиграна, и он должен был умереть. Он там подъявулился очень четко, дал свои кнопки, выжил. Дальше молнии хочет делать Сетинси. Ньюби надо как-то подраться на своем собственном вижене. Если они первые нападут, дадут их Слэм, то, в принципе, подраться можно. Какие же там удары, посмотри просто. Два удара, практически нет полулица, Сетинси сам в контратаку. Здесь Фиссура. Нужен бесконечный контроль, которого, конечно, нет. Но, правда, у Ана там не телепорт, он совсем недавно его нажимал, и придется здесь драться. Команда близко, там много блиндагеров, что Магнус, что Тренд Протектор, они готовы помочь, они сюда летят. Прыгает Топсон, отличный прыжок по двоим, брокает палочкой, минус Шелдемон, Сетинси пытается отсюда убежать, остается еще один ремнант. Свет нажимает ультимейт, готов контратаковать, но там Хелин Вард, слишком много регена, плюс Левина Армор. Так, ну пока Магнус вроде контролирует, Себастин не может ворваться, но использован ультимейт Свена, слишком важная кнопка, совсем скоро ультимейт это закончится. Хайграунд, мне кажется, должны отдэпить все-таки Ньюби, да, ультимейт Свена потратили, БКБшку тоже, кажется, там нажали, или мне показалось. Ну, в общем, не очень хорошо получилось, струсили, струсили Ньюби, драться 4х5, возможно, правильно сделали, потому что, проиграв дураку здесь, они рискуют проиграть игру, даже в каком-то смысле, потому что зажмутся просто на базе, не смогут нормально фармить. Тридцатая минута, баунти руны, скоро может заспауниться очередной рошинг, как же много фарма у Манки Кинга, и у Джиггернаута тоже много, он купит бабочку, Смен вообще перестанет, мне кажется, его пробивать нормально, у Джиггернаута очень хороший прирост ловкости, он много брони имеет, а у Свена просто артефактов нет для 30-й минуты, посмотри, он проигрывает 6500, там, 5500, грубо говоря, Джиггернауту по золоту, 13к преимущество у OG, надо отойти хоть куда-то, не Юби, забрать хоть какие-то баунти, хоть какое-то преимущество получить за счет этого, Себастьян кастует Гривзы, выходит из чинов, и баунти руну забрать в нее не получилось. Дабл дэмэдж топик, кстати, есть. Ну, видите, сейчас его Нотейл, можно будет кого-то оставить, это двойный урон. Рошан еще появится не скоро, где-то минутки полтора-две. Нотейл как раз вот охраняет двойной урон. По вардам, по вардам бегают Ньюби здесь, но Дейл находит Пайлайдая. Нужен Тобсом, Тобсом пока не спешит прорваться, то есть они хотят найти рыбу повкуснее и побольше. Но кроме Пайлайдая, здесь кого нет, Джеракс прорвается, в итоге не успевает спорт сбить. Да, было близко. Рыбу-то хотят они повкуснее найти, но малейший пиков и OG забирают Рошана. Они, возможно, даже в ситуации 5 на 5 не постесняются в Рошпит пойти. Это, правда, опасно. Опять-таки прыгнет шейкер даст их и слэм. Себастьян не успел здесь зацепить одного из игроков Ньюби своим скивером, чтобы спить ТП-шку. Дабл дэмэдж в итоге в ботле у Джиггернаута. И готовая бабочка. Слишком все хорошо. У кори-коммана уже слишком все хорошо. Эмбер, Мелл, Штром, Юл дофармливают Мелнер. Мелнер уже есть. Ну и Рошан появляется совсем скоро. Там уже готов Нутейл. Не будет в Трошпита вообще уходить. А Джиггернаут вообще ничего не боится. Просто стоит в центре. Один. Никто не находится рядом за спиной. У него слишком много стойкости. Он нажмет Блэйт Фьюри и просто сделает телепорт. Вы даже за чейнстан мне кажется его не убьете. Она играет так на самом деле с минуты десятой. Даже когда у нее не было особо много предметов. Очень агрессивно. Очень агрессивно действовал. Когда ты играешь настолько агрессивно, то ты как бы развязываешь руки своим тиммейтам. Они тоже могут где-то пофармить что-то. Ты заставляешь соперника делать телепорт. Рошан. Тут не только Аегис, но и Сыр. Ньюби выходит в смоке и выбегает в бот. Там тренд протектор, который пытается подцепить TCNC. Но кажется, TCNC в курсе. Но он делает телепортацию. Отсюда Джерак сбивает телепортацию и рискует своей жизнью. Ивар не торопится нападать. КДС. БКБ. Все ради одного тренда. Ради одного тренд протектора. Там параллельно ставится арена от марки Кинга. Энчантерс пока в Юли. Пытает Снэйкинг отсюда убежать. Но Тейл цепляется салбином Снэйкинг. Отпускать его не хотят. Снэйкинг пока живет. Но это вопрос времени. Добивает Энчантерс. Очень много отдают ньюби для того, чтобы купить одного тренд протектора. TCNC получает Сайланс. Нет ничего, чтобы из него выйти. TCNC разбивает птичку, пока улетает. Хватит ли этого? Он у Тейл на Ингсвелли. Чинный последний момент, который спасает TCNC. Левок мимо. Но атака тут же продолжается. Скивер по смену. Магнус пришел. РП есть. Свена зацепили. Топсом врывается на TCNC. Эмбер погибает без возможности выкупиться. Его не будет минут 45 этого выкупа. И 109 секунд без Эмбера на карте. Свен, разумеется, также не имеет способности, не имеет блокинбара. И за это время OG могут, в общем, Да, как раз это самое... Это самое обидное, что Свен-то выкупиться может. Но какой в этом толк? У него нет ГДСа, без ГДСа. Свен вообще ничего не может сделать. Падает вторая линия. OG просто в одном шаге от выхода дальше по верхней серии. Минимум топ-5, топ-6. Понятно, что похожий результат может быть и выше, но минимум топ-6 для команды OG. Если они закончат эту карту. Все, я порвался, но на скивере никого притащить не получилось. Снэйкинг Петусами стреляется. Свен в итоге выкупается. Эмбера не будет 68 секунд. Очень долго его ждать. OG пока уходят. Возможно, не... Ну, возможно, контратакуют. В общем-то, OG Гернаута. Посмотрите, вообще все есть. Умный слэш остается. Сыр. Бобсан, прыжок. Прыжок вверх и просто вперед. Но он с Аегисом. Поэтому можно пока. Можно пока так играть. Снэйкинг против Анатана. Анатан. Юли. Зработал Инксвел. Снэйкинг немножко восстанавливается. Подходит Топсон. Очень много тратит времени, чтобы убить Инчадрос. Но, наконец-то, ее добивает. Она выкупается. Спили еще и Полайдай. Полайдай. Очень важный фраг. Погибает жиду демон без возможности выкупиться. Его не будет 50 секунд. Уходит Свен. Нажимает варкрай. Ультимейты по-прежнему не залетает. Стан. Толкают подальше отсюда Топсона. Топсон живет. Джаггернаут остается по-прежнему Сыром. Анатан пошел. Умни Слэш на его аронж. Снэйкинг. Как же много урона. Один. Второй. И под фонтан можно двигаться. Есть Ахаслэм. Сыр остается. Можно играть дальше в доту. Нужно успеть нажать Сыр. Левинармор. Они снова идут под фонтан. Ну и тут, конечно, Анна прожимает Сыр. И уже ГГ. И это уже ГГ. Ну, что тут сказать. ОГ бесподобный. Магия. Магия команда ОГ. В этот раз драфт у Ньюби был чуть-чуть получше. Они могли выиграть. Опять-таки матчап Эмбер Спирит против Манки Кинга. Он, конечно, для Эмбера тяжеловат. Но его можно отстоять. Один разочек МСС вышел. Помог Эмбер Спириту. Если бы еще парочку таких же удачных выходов он бы смог повторить. То есть ССНТ мог просто чуть ли не... Ну, ладно. В соло бы он не выиграл. Но он бы очень много пространства бы сделал для своей команды. Теперь непонятно, повезло ли Льюби. Либо нет. Потому что у них противник в лузерах Инфамос. То есть команда, казалось бы, которая потенциально легко обыграмая. Но мы уже понимаем, насколько далеко они зашли. И насколько много карт они забирали у грандов. В общем-то, и с Ньюби, я думаю, они могут бороться. То есть удобно это соперник или нет, непонятно. Но это мы скоро узнаем. Как я понимаю, матч будет сыгран завтра, либо послезавтра в рамках лузеров. Поэтому команду Ньюби мы еще увидим. Но ОУЖи встретится с командой Сикрет, либо ЕГЭ. Также будет это интересный матч. Но обо всем потом, пока мы передам слово нашей студии-аналитике. Деклассировали. Вот лучшее слово, которым можно описать эту серию. Без вариантов, без шансов ОУЖи в двух... Ну, не совсем, наверное, самых быстрых играх в истории Интернешнл. Но абсолютно немалейших шансов своим соперникам в лице Ньюби не дали. И продвигаются дальше по сетке. Мы этого ждали. Думали, что где-то может ОУЖи оступиться. Но предполагали, что не на Ньюби точно в серии. Может, в одной карте этого не случилось. Мне кажется, тоже вполне ожидаемо было. Вот была более, наверное, стандартная дота. Более близкая к мете, я бы сказал. Единственное, что снова тренд. Тренд появляется. Тренд рушит планы команды, которая атаковала почти все начало, по сути. Очень старались Ньюби. Центральная вышка стала, наверное, главным камнем преткновения вообще между этими командами. И вся борьба шла именно по центральной линии, по Т1 этой башней. Тренд постоянно лечил, постоянно ее защищали ОУЖи. И так она и простояла до конца игры, по сути, эта вышка. Очень тяжело было им против нерта играть. Ну и плюс закрывающий пик шикарный. Манки Кинг в Эмбера, по-моему, великолепный. Егор, где вообще были Ньюби в этой серии, на твой взгляд? В какой-то из кабинок, не помню в какой. Ну вот где-то там они были. ОУЖи в соседней. И, дорогие друзья, для этого нам в студии необходим. Егор Сергей, может, у тебя есть что-то ценное, что ты хотел бы добавить? Ну, ОУЖи продолжает играть в эти вязкие пики. Очень трудно против этого бороться, потому что Дота, она как бы на лайнах идет, но рано или поздно ты доходишь до вот этих драк 5 на 5. И чтобы снести что-то, тебе нужно как бы пройти эту регбийную команду, всех там протаранить. И, ну, против тебя играет Тренд, против тебя играет Манки Кинг, против тебя играет Магнус. И ты просто не можешь как бы это делать вот этими героями, которые были у Ньюби. Ну, такие реально противные вязкие пики. Постоянно у них вот это появляется. И плюс ко всему, точечный персонаж в лице Тренд Протектор, это тоже один из бонусов команды ОУЖи, который тебе не дает, во-первых, фокуснуть, нормально убить кого-то где-то на ранней стадии игры, если он там Ливинг Армор берет хотя бы там на единичку. Плюс вот эти товара, да, которые ты пытаешься сносить и пытаешься поддавить команду ОУЖи под их базу, под периметр, да, чтобы занять как раз где-то там под Тир-3, бегать и наращивать свое преимущество. Но, опять же, Тренд Протектор, он тебе не дает это быстро сделать. И вот на этом, что на Веспе там в первой карте, что вот здесь у Тренд Протектор, что еще там, очень много вот таких вот персонажей появляется. Они не тащат катки. ОУЖи самая яркая команда, которая у нас, наверное, сейчас есть в верхней сетке, но они выходят на победителя пары ИДЖи против Сикрет. Теперь у меня, наверное, назревает вопрос, кто из этих двух команд, на ваш взгляд, имеет больше шансов вообще, чтобы ОУЖи остановить и не дать сыграть вот в эту свою развязную веселую доту? Мне кажется, вот обе команды, мы не знаем, в какой сейчас форме ОУЖи, потому что они начинали довольно плохо групповую стадию. ИДЖи ты имеешь в виду, да? ИДЖи, да, ИДЖи. Они начинали плохо, и с каждым днем все лучше и лучше. Там ходили слухи, что у них все плохо, помарали. Но они в итоге вышли в сетку Венеров. И мне кажется, что, ну, номинально они не фавориты в матче против Сикрет. Но вот любой, кто выиграет, вот не знаю, 50 на 50 лично для меня в том матче. Соответственно, я не могу назвать команду, которая была бы лучше против ОУЖи. Потому что что Сикрет, что ИДЖи, мне кажется, примерно одного уровня команды на данный день. Ну и при этом сами Ньюби у нас упали в сетку нижнюю на команду Инфамас. Вряд ли эти две команды претендуют реально там на топ-3 сейчас. Но пока рано очень об этом говорить. Однако матч очень интересный. И кто-то из них заедет-то в топ-8, что уже очень круто будет. Очень важно вот в этой карте, конкретно в последней, выделить и Сиэнси. Он, ну, мне кажется, парень просто потрясающе играет. То есть у него действительно хороший склонительский уровень. Он может эту команду доводить, наверное, до побед во многих матчах. И тут у него были шансы на самом деле. При том, что, наверное, далеко не фаворитный матчап у него был в центре. Наоборот, скорее в пользу противника. Это закрывающий. Есть все шансы у этой команды. Отдалевать Инфамас тоже можно. У Криса Лака бывали не самые стабильные игры. Не всегда все получалось. Но вот связка конкретно, Крис Лак плюс Ки Иван, очень-очень стабильная, кажется. Если у одного не пошло, он просто максимально дает пространство другому. И наоборот. Но больше Ки Иван все-таки упирается в таких вот стабильных кэрри, которые выигрывают игры впоследствии. С другой стороны, Инфамас при этом у нас еще не играли BO3 вообще на этом турнире. То есть, если мы говорим о команде Ньюби, проиграть в BO3 OG, это, конечно, извлечь много уроков из этого поражения вряд ли получится. Однако они уже поиграли на этой сцене, поиграли много. Инфамас просто переехали кин, так что, наверное, это тоже может быть в BO3 устрашающим фактором. Вообще есть у Инфамас запас на такую серию? Я думаю, что более решающим фактором станет то, что игроки в Ньюби чуть более опытные, в принципе, на ланах. Там очень опытные ребята, у них тренер Ауи вообще чемпион Интернешнл. У них чемпион мажора в составе есть, Паэлай Дай же вроде как, да, у нас? Да, да, шанхайского мажора как раз-таки. Вот. И родная земля, на котором Паэлай Дай брал мажор, родной тег. У нас тем временем интервью с самим Себом. Давайте послушаем, что он говорит. И что, Себ, как ты? Да, ну, опять же, здесь я стараюсь держаться вполне себе нормально. Да, у тебя вполне получается. Хорошо, спасибо. И, опять же, кажется, что вы невероятно хорошо смотритесь и чувствуете себя как команда. Опять же, есть давление, вы чемпионы, которые хотите защитить свой титул. И как вы сейчас взаимодействуете как команда? Это, опять же, воспринимается как возвращение домой, да. Но мы стараемся держаться уверенно. Возможно, мы не настолько были уверены на прежних турнирах, но сейчас все вполне нормально. Сейчас вот мы в пятером, в шестером, мы держимся хорошо. У нас просто отличное самочувствие. Да, мы просто получаем удовольствие от игры в доту. Это здорово. Ты раньше говорил, что вы все команде доверяете друг другу. И как вы пришли к этому? Как это сейчас помогает вам на Инте? Ну, моя команда самая лучшая в этом плане. Мы верим друг другу, мы доверяем друг другу, мы полагаемся на друг друга. И это всегда работает. Это работает в игре, это работает в нашей повседневной жизни. И мы знаем, что кто бы ни был нашим соперником, какие бы испытания ни были на нашем пути, но мы готовы, мы справимся. И, опять же, ты можешь противостоять этим всем испытаниям только когда у тебя есть друзья за спиной. Ну, и, опять же, мы надеемся, что все будет у вас хорошо. Да, ну что же, удачи вам. Передем слово аналитикам. Ну, все такое, как обычно, уверенные, позитивные, все под контролем у них находится. Это вода называется. Как? Вода. Водичка. 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 Все хорошо, все классно, мы старались, мы тренировались. Я верю в свою команду, я очень уважаю соперников. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. О, ничего себе. Такие мы позитивные все и, конечно... Ты как солнышко, если... Давайте мы, как студия аналитики в данной ситуации, поблагодарим обе команды за потрясающее шоу, которое мы только что посмотрели. За хорошую доту. За хорошую доту. Качественные драфты. И с нетерпением... Эпичные игры. Не меньшим нетерпением будем ждать как следующих игр вообще на турнире, так и следующих игр этих команд. В следующем сезоне. И в сезоне в следующем. И встретимся на следующем интернешнале. Всем спасибо. До встречи. Но, конечно же... В 10-м интернешнале. Не пугайте наших, пожалуйста, режиссеров, а то они сейчас выключат тебя, Егор, и больше не включат до следующего сезона. Что делать будешь, а? Так я и так выключат всегда в межсезонье. Какая мне разница? Ну... А? Тут ты меня не подошел. Егор сгорел, того не подошел. Егор даже когда тренером работает, он драфтит из дома. Ну, вот именно. Я знаю, что подумал, Егор. Вот может у тебя пока будет не очень активное межсезонье? Да? Может мы с тобой в кино сходим? Как считаешь? Баффика возьмем. Баффик пойдешь с нами в кино? Не, я не люблю кино. Только мы возьмем два кресла вместо тренера. Давай мы пропустим этап кино. Так вот, я к чему-то, собственно, вам говорю, ребята. Ежегодно проводится конкурс на лучшую короткометражку с Дотой связанную. Шортфильм Контест. Конкурс подводок. Конкурс... Типа, ты выиграл. Спасибо. Так вот. И, естественно, на этом конкурсе есть огромное количество потрясающих работ. Возможно, некоторые из идей, как Baby Invoker или Axe без своего топора, будут добавлены в следующем году. Ну, а пока что я предлагаю вам посмотреть, потому что сегодня итоги конкурса будут после второго BO3. Предлагаю вам посмотреть несколько конкурсных работ и насладиться очень интересными фильмами.